Анита Шапира История Израиля От истоков сионистского движения до интифады начала двадцать первого века Исполняет артист Михаил Росляков Для моих внуков Надава, Ноама, Итая, Таля и Майи, чтобы они могли узнать Родину Глава первая 1881-1918 годы Сионизм. Идеология и практика Глава первая. Возникновение сионистского движения В Базеле я основал еврейское государство Написал Теодор Герцль в своем дневнике после первого сионистского конгресса в 1897 году Если бы я сказал это сегодня прилюдно Меня бы встретил всеобщий смех Возможно, через пять лет И уж точно через пятьдесят Наверняка все это поймут В действительности Между первым конгрессом и декларацией независимости государства Израиль 14 мая 1948 года Прошел пятьдесят один год То, что начиналось как мимолетное устремление Самые ярые сторонники которого никогда не верили Что цель основания еврейского государства в Палестине Будет достигнута при их жизни Стало настоящим национальным движением Которое сформировало общество Нацию И построило государство Сионистское движение Зародилось на фоне бурных споров Которые не прекращаются и по сей день Хотя предмет разногласий меняется Что такое сионизм вообще? Движение возрождения Направленное на трансформацию евреев Еврейского общества Еврейской культуры Колониальное движение Направленное на создание еврейского территориального образования Которое предоставило бы евреям то, что есть у других народов Родину, где они могли бы найти убежище Духовное или политическое движение Может ли сионизм Решить вопрос о еврейской идентичности В эпоху растущей секуляризации и оккультурации Когда религия Больше не может уберечь евреев От растворения среди других народов Может ли он Облегчить еврейскую экзистенциальную тревогу Нараставшую с последней четверти девятнадцатого века Когда возник расовый антисемитизм Впервые в истории Отказавший евреям возможности обращения в иную веру В качестве побега от еврейской судьбы Эти вопросы Которые с самого начала были связаны с внутренними сионистскими спорами И были заданы сторонниками движения Имели судьбоносные последствия для характера и развития сионизма Его сильных и слабых сторон В то же время Вокруг сионистского движения Разгорелась еще одна полемика Разжигаемая его противниками Они показали все слабости сионизма Все его идеологические и практические недостатки В 1881 году Доктор Иегуда Лейб Пинскер Опубликовал брошюру под названием Auto-Emancipation Auto-Emancipation Она написана После волны погромов Обрушившихся на евреев В черте оседлости царской России Погромы стали известны как Суфот-Банегеф Буря на юге России Пинскер Глубоко проанализировал антисемитизм И в заключении призвал к созданию Еврейской родины Место, где евреи будут жить Не как гости А как хозяева Больше не будучи меньшинством Среди других народов Обладание территорией На которой евреи стали бы Хозяевами своей судьбы Радикально изменило бы Сложное отношение Существовавшее на протяжении Поколений Между евреями и народами Среди которых они жили Эта скромная брошюра Опубликованная на немецком А затем переведенная на иврит И другие языки Вызвала широкий общественный резонанс Противники идеи Пинскера Высказали ряд возражений Реализуема ли идея Если да Сколько времени потребуется Для создания этого независимого Или автономного Еврейского образования Адольф Ландау Редактор еврейского Русскоязычного журнала Восход Предположил Что это займет Несколько столетий Но тем временем История уйдет вперед И было бы гораздо разумнее Направить усилия на создание Либерального и просвещенного Общества в Европе Которая будет принимать евреев Как часть общества С равными правами Вместо того, чтобы Тратить усилия На какой-то отдаленный уголок На Ближнем Востоке Или где-либо еще Где никто не может Гарантировать евреям Долгосрочную безопасность И даровать им Мир и спокойствие К чему они стремятся В отличие от идеи Изоляции евреев От европейского сообщества Ландау провозглашал идеалы Просвещения и модернизма Рисовал оптимистическую картину Все улучшающегося мира Он утверждал Что спасение евреев Будет частью Этого всеобщего Прогрессивного движения И случайные пертурбации И прогресса не должны Заслонять с собой Происходящий Великий Решительный Поворот Хотя эти споры Касались разных вопросов Основной из них Не изменился С первых дней Существования Сионистской идеи Произойдет ли Спасение евреев В результате Всеобщей перестройки Либо Через триумф Либерализма И демократии Либо Через победу Коммунистической Революции Которая Спасет мир Или Для этого Потребуется Собственная Еврейская Инициатива Помимо Великой Глобальной Инициативы Другие Участники Споров Сомневались В самой Возможности Осуществить Сионистский Проект Поскольку Османский Режим Выступал Против Эмиграции Евреев Их Поселение В Палестине Палестина Не была Необитаемой Страной Здесь Проживало Около Полумиллиона Арабов Что Сионистам Делать С ними Вытеснить Их Или Позволить Остаться Будут Ли Они Объявлены Чужаками На своей Родине И если Сионисты Не делали Различий Между Ними И новыми Эмигрантами Кто Мог Гарантировать Что Со временем Евреи Не станут Меньшинством Своей Собственной Стране И Снова Окажутся В той же Ситуации От которой Пытались Бежать В то Время Как Либеральных Евреев Заботили Проблемы Целесообразности Еврейских Революционеров Волновала Моральная Сторона Вопроса Предположим Полагали Они Что Вопреки Вероятности Евреям Удастся Застолбить Эту Бедную Экономически Отсталую Страну Без Природных Ресурсов Неспособную Принять Миллионы Иммигрантов Будет Ли Морально Оправдано Превращение Арабов Из Кремли В Меньшинство Антисионистский Дискурс Касался Не только Вопроса Что Возможно И Что Желательно Он Также Включал Религиозный Аспект Пинскер А затем Герцль Не Рассматривали Палестину В качестве Единственно Возможного Местоположения Предполагаемого Еврейского Государства Но Упоминали Об этом Однако Как только Идея Оформилась В сознании Еврейских Масс Она Оказалась Связана Только С одной Страной Землей Израиля О которой Они Молились И о которой Мечтали Даже Если Не пытались Вернуться И поселиться Там Идея Возвращения На родину Была Присуща Сионистской Идеологии Ее Критики Утверждали Что Связь С Землей Израиля Основана На Религиозном Мифе И Что Светский Еврей Не Должен Принимать Концепции Святости Земли Обновления Дней Наших Как Древле Плач Иеремии Книга Пророки Исаии Глава Вторая Стих Пятый И Другие Подобные Идеи Присекающие Из Иудейской Веры Однако Для Ультра Ортодоксальных Евреев Идея Возвращения Евреев На Свою Родину Противоречила Судьбе Уготованной Им Для них Такой Поступок Противоречил Трем Клятвам Которые Еврейский Народ Дал Всевышнему Не Осаждать Стену Не Спешить С Концом И Не Восставать Против Народов Мира В То Время Как Всевышний Заклинал Народы Мира Не Уничтожать Еврейский Народ Они Рассматривали Не Естественную Самостоятельную Попытку Возрождения Как Восстание Против Божественных Велений Как Если бы Евреи Взяли Свою Судьбу В свои Руки Не Ожидая Пришествия Мессии Исходя Из этого Ультра Ортодоксальные Евреи Категорически Выступили Против Этой Опасной Ереси Таким Образом Оппозиция Сионизму Объединяла Множество Различных Групп Ультра Ортодоксов И Ассимиляторов Революционеров И Капиталистов Мечтателей И Прагматиков Среди Тех Кто Выступал Против Этой Идеи Были Те Кто Считал Что Наилучшего Решения Так Называемого Еврейского Вопроса Можно Добиться Только Во Всемирном Масштабе Другие Противники Уже Имели Статус Равноправных Граждан В странах Проживания И не Хотели Его Утратить Были И те Кто Считал Сионизм Либо Слишком Революционным Либо Чрезмерно Консервативным Еврейское Просвещение Несмотря на то, что евреи обычно выражали в своих молитвах надежду вернуться в Иерусалим по три раза на день, они не были склонны брать на себя какие-либо инициативы, чтобы изменить условия своего существования, длившиеся веками. Подавляющее большинство евреев проживали в Европе и смирились с реальностью периодических вспышек насилия, унижений и дискриминации. Что же тогда изменилось в девятнадцатом веке, что привело к появлению сионистской идеи? Во второй половине восемнадцатого века модернизация начала проникать на еврейскую улицу, поскольку абсолютистские государства подорвали старый европейский социальный порядок корпоративного общества, в котором каждая корпорация была автономной и могла поддерживать свою традиционную жизнь и культуру. На протяжении сотен лет евреи составляли корпорацию в европейском сообществе и пользовались автономией в рамках Кагала, общины, своего рода самоуправлением, при котором любой, кто не соблюдал общепринятые религиозные законы и правила социального поведения, мог подвергнуться строкизму. Таким образом, евреи сохранили четко определенную еврейскую идентичность в соответствии с галахическим законом и традиционными социальными нравами. Однако абсолютистские государства ввели систему прямого правления, аннулировав посредников между ними и их подданными. Власть Кагала была упразднена, и структура, которая сохраняла традиционную еврейскую идентичность, добровольно или по принуждению рухнула. Перед евреями открылись новые возможности. Эти процессы начались в Западной Европе и медленно проникали на Восток, где в начале XIX века произошла демографическая революция. Еврейское население увеличивалось в несколько раз быстрее, чем население в целом. В 1800 году в Российской империи проживало от 1 до 1,2 миллиона евреев, а к концу века их было около 5 миллионов. Этот огромный естественный прирост создал из первоначально незначительной проблемы весьма острую. Евреи не говорили на местном языке и не отправляли своих детей в школы своей страны. Они жили в основном в Польше, Западной Украине и Литве, зарабатывали на жизнь ремеслами мелкой торговли и сталкивались с надвигающейся бедностью. Многие искали средства к существованию в больших городах, но в связи с усиливающимися процессами модернизации и индустриализации, в которых они не способны были участвовать, они и там оказывались обречены на продолжающуюся бедность и безысходность. Таким образом, они стали маргинальным элементом населения. Император Австрии Иосиф II издал серию «Толеранса диктен» и диктов о веротерпимости в 1781 году для евреев Богемии и в 1782 году для евреев Австрии, благодаря которым для евреев империи Габсбургов открылись невиданные ранее возможности образования экономического развития. Соответственно, зародились первые ростки еврейского просветительского движения. Среди прочего, император стремился привнести прогресс и в то, что называлось, так сказать, продуктивизация еврейских масс, модернизируя их и превращая в полезных граждан, которые были частью местной экономики и культуры. Изучение местного языка и светское образование были краеугольными камнями этого движения. В 1860-х годах политика царя Александра II привнесла эти тенденции и в Российскую империю, а секуляризация создала целую прослойку евреев, которые в той или иной степени отошли от еврейских традиций. Некоторые поддерживали традиции в семье, но вели себя как неевреи за ее пределами. «Будь евреем в шатре своем и человеком, выходя из него», — писал и Ягуда Лейб Гордон, поэт эпохи просвещения. Другие, за исключением минимального соблюдения еврейских праздников, не считали себя евреями, а многие обратились в христианство. До начала XIX века евреи считали себя народом, хотя и в Яспоре без территории и суверенитета. В еврейском сознании изречение «все евреи ответственны друг за друга» означало гораздо больше, чем просто религиозную принадлежность. Еврейская община подразумевала двойственную идентичность религиозной и этнической принадлежности, тем более, что на протяжении веков обращение в иудаизм было запрещено в христианских и исламских странах. Солидарность, существовавшая среди еврейских общин во времена гонений, скажем, выкув заключенных или борьба с кровавыми наветами в Дамаске в 1840 году, или попытки изгнания евреев, например, совершенные императрицей Марии Терезией в Праге в декабре 1744 года, против которых выступали вместе евреи из разных стран, укрепила в этих сообществах чувство близости и общей судьбы. До тех пор, пока не была подорвана традиционная идентичность, никогда не возникал вопрос о разделении религиозного и национального, но, как только подул ветер секуляризации, религиозная связь ослабла, и возникли вопросы относительно характера еврейской идентичности. Кто такие евреи? У них есть только общая религия или существует отдельная еврейская национальность? Французская революция предоставила евреям равные права при условии, что они откажутся от своей коллективной идентичности. Как заявил Клэрмон Тоннер в Национальном собрании Франции, «Евреям как личностям — все, евреям как нации — ничего». Это была цена, которую евреи должны были заплатить за равноправие. Наполеоновские войны сломали барьеры европейского консерватизма и привели к распространению националистического сознания и появлению националистических устремлений по всему континенту. Многонациональные империи, такие как Габсбургская и Российская, оказались под натиском национальных движений в Польше, Чехословакии, России, Германии и Италии. Они начинались как движение культурного обновления, рожденное желанием вернуться к культурным корням нации, взращивать национальный язык, литературу, музыку и искусство. Каждая национальная культура включала в себя связь с той или иной разновидностью христианства. Русский и сербский национализм был связан с православием, тогда как польский национализм был замешан на католицизме. Появление национализма бросило евреям двойной вызов. Во-первых, должны ли они стать националистами тех стран, в которых они жили, или они должны оставаться верными великим империям? Во-вторых, в то время как народы Европы обретали национальную идентичность, евреи были обязаны отказаться от своей коллективной идентичности в качестве необходимого условия для получения равных прав. Границы еврейской общины, которые до этого были четко разграничены, стали размытыми. Отдельные евреи стали теперь полновластными хозяевами своей личности и судьбы, и в значительной степени они могли распоряжаться собой по своему усмотрению. Евреи в западных странах с энтузиазмом принимали равные права, которые считали ключом к оккультурации в нееврейском обществе. Многие не собирались отказываться от своей еврейской идентичности, но просто определяли ее по-другому. Таким образом, возник парадокс. В эпоху усиливающейся секуляризации самоопределение евреев оказалось связанным с религией, немцы иудейской веры, французы иудейской веры и так далее. Это самоопределение впервые провело различие между еврейской религией и национальностью. Евреи верили, что эмансипация, открывшая перед ними прогрессивное будущее, которое включает образование, новые занятия, географическую, социальную и экономическую мобильность, приведет к избавлению от изгнания, как описал Ихезескель Кауфман, проанализировавший еврейские политические течения, стремление к ассимиляции представляло собой движение под знаком мессианства, рассматривало интеграцию в странах, где жили евреи, как правильный путь, движение возрождения и было господствующей тенденцией в первой половине XIX века. В течение столетия эмансипация была завершена как в Западной, так и в Центральной Европе, но остановилась на границе Российской империи. В результате раздела Польши в конце XVIII века эта империя теперь распоряжалась большим еврейским населением и на протяжении XIX века ее правители пытались обратить евреев в свою веру с помощью указов и давления, а также реформировать их, то есть сделать их более полезными для государства. Попытки сделать евреев более продуктивными включали как общее образование, так и обучение русскому языку, а при Александре II им была предоставлена возможность посещать среднюю школу. Император также был более благосклонен к евреям, жившим вне черты оседлости, но после убийства Александра II в 1881 году маятник снова качнулся в сторону политики запретов и ограничений, и еврейская эмансипация была достигнута в России только в 1917 году с февральской революцией. Поэтому неудивительно, что некоторые восточноевропейские евреи с подозрением и враждебностью отнеслись к своим братьям, поднявшим знамя просвещения, увидев в них правительственных эмиссаров, стремящихся обратить в свою веру. Но как только возникло еврейское светское образование, его уже было не остановить. Потребовалось время, чтобы проникнуть в еврейские массы восточной Европы, поскольку большинство из них придерживалось традиций, но еврейская жизнь постепенно открывалась для внешних влияний, и в царской России сформировалась еврейская экономическая элита, принявшая современный образ жизни, как отмечалось ранее, первоначальным проявлением национализма в Европе было культурное возрождение, возвращение к национальным культурным истокам на местных языках, воссоздание классических произведений на этих языках и создание нового романтического культурного корпуса, который дал бы выражение устремлением народа. Европейский национализм видел неразрывную связь между культурным наследием народа и его право на политическое самовыражение, поскольку культурное наследие было доказательством того, что народ достоин принятия в семью наций. Романтизм привел к впечатляющему росту культуры, особенно в национальной литературе. После наполеоновских войн русская элита восприняла язык своего народа как язык культуры и появилась русская литература. Работы Гёте и Шиллера в Германии, Мицкевича в Польше и многих других представляли сообщества, связанные с языком и литературой, которые выражали и даже поощряли национальное устремление. По самой своей природе национализм был светским движением, превозносившим человеческую свободу и стремление к самоопределению. В то же время во всех этих национальных произведениях использовались религиозные символы. Эти духовные и политические течения пронизывали и еврейские общины. Были евреи, обращавшиеся к общей культуре страны, где они жили, и принимавшие ее, но другие привнесли романтические принципы на еврейскую почву. Таким образом, стремление изучать классические источники национальной культуры на своем собственном языке проявилось в создании светской еврейской культуры. Авраам Мапу, литовский еврей, опубликовал свой исторический роман «Ахават Сион» «Любовь к Сиону» в 1853 году. Книга, действие которой происходит в Иерусалиме во времена первого храма, представляет Иерусалим как земной, а не небесный город. Хотя Мапу был далек от витавших в воздухе националистических идей, его использование священного языка для этой светской книги было выражением влияния европейского романтизма на евреев, которые теперь были открыты влиянию светской культуры. Еврейское просвещение, проявившееся в литературе, поэзии, философии, грамматики и автобиографии, заложило культурные основы для процветания еврейских националистических идей. Библия, красота которой на протяжении поколений была скрыта под покровом традиционных комментариев, теперь ожила благодаря изучению грамматики, так что каждый образованный читатель мог понять ее текст. Эта доступность привела к тому, что Библия стала известна образованной еврейской общественности, где она приобрела статус, аналогичный тому высокому статусу, который занимала в среде протестантов. Это было уже не просто священное писание, а книга, описывающая прошлые чудеса и подвиги еврейского народа. Кроме того, то была книга, воспевающая универсальные высокие принципы мира и братства для всего человечества. Таким образом, в то время, как в Западной и Центральной Европе преобладающая тенденция модернизации заключалась в отказе от еврейской коллективной идентичности, Восточная Европа двигалась в другом направлении. Там миллионы евреев жили в местечках и городках, где составляли треть или более населения, поскольку многие евреи оказались в географической и культурной близости, секуляризация в Восточной Европе привела не к стремлению стать частью общества в целом, а к расцвету еврейской культуры, по крайней мере на начальном этапе. Царский режим и российские массы не одобряли идею интеграции евреев, поэтому даже когда при Александре II евреи смогли учиться в средних школах и высших учебных заведениях, только относительно небольшой части еврейских масс удалось покинуть черту оседлости, интегрироваться в развивающуюся российскую капиталистическую экономику и стать частью зарождающейся буржуазии. Притеснение с одной стороны и светское сознание с другой породили чувство обездоленности и несправедливости, лежащее в основе недавно пробудившихся националистических идей. Модернизация еврейской жизни изменила традиционное мировоззрение и восприятие пространства, расширила спектр возможностей. Если что-либо происходило в одной еврейской общине, то благодаря появлению современных газет на всех еврейских языках информация об этом тут же доходила и до других общин. Так, Суфот Баннегеф, волна погромов, прокатившаяся по югу России в 1881 году, стала значимым событием, обсуждаемым во всем еврейском мире. Проблема еврейских беженцев, спасавшихся от погромов, стала центральным вопросом еврейской повестки дня по всей Европе. Невозможно понять влияние потрясения от Кишиневского погрома 1903 года без сообщения о нем в еврейских газетах по всему миру, даже несмотря на царскую цензуру. Дебаты по еврейскому вопросу то есть о будущем еврейского народа были ведущей темой в иврит о язычных и русско-еврейских журналах. Появление железных дорог и пароходов сделало поездки на дальние расстояния безопаснее, комфортнее, они стали относительно дешевы. Место рождения внезапно перестало определять личность, можно было решиться мигрировать из маленького городка или деревни в город среднего размера или даже в большой город, такой как Варшава, где проживала самая большая еврейская община в Европе, или попытаться проникнуть через границу в Галицию, находившуюся под властью императора Франца Иосифа, с точки зрения евреев-правителя благосклонного. Более смелые и находчивые переходили через границу в Германию, где открывался широкий спектр возможностей остаться в Германской империи, иммигрировать в Англию или отплыть в США, Аргентину или Южную Африку. Третьи отправлялись поездом или речным транспортом по Днепру в Одессу, а оттуда отплывали в Палестину, либо достигали Триеста, порта империи Габсбургов, откуда направлялись в Палестину. В конце девятнадцатого века миграция из провинции в центр страны, из одной страны в другую и даже на другой континент была отличным вариантом. Многочисленные возможности, открывающиеся теперь перед евреями, включая выбор образа жизни, языка, поведения, культуры и идентичности, ослабили связь с местом их рождения, местной культурой, общепринятыми обычаями и религией. Многие евреи теперь приняли национальную идентичность страны, в которой жили, и, видя свою связь с ней как священный союз, охотно участвовали в национально-освободительных войнах. Следовательно, различные еврейские общины распадались из-за разного образа жизни, принятых поведенческих норм и культуры. Различия возникали между западноевропейскими и центральноевропейскими евреями и их восточноевропейскими братьями, а также между русско-немецко- благоговорящими евреями. Идиш по-прежнему был языком, объединяющим все ашкеназские общины, но многие представители второго поколения интегрированных в европейское общество евреев считали его низким, зазорным языком, которым культурные люди пользоваться не должны. В этот же период появились всемирные еврейские организации, которые считали защиту евреев и их стремление к модернизации благородным делом. Например, Всемирный еврейский альянс «Альянс Израэлите Универсель» стремился распространять французскую культуру среди евреев Ближнего Востока и Северной Африки, одновременно работая над защитой евреев и помогая им двигаться в сторону модернизации и продуктивизации. В 1870 году Альянс основал сельскохозяйственную школу Микве Исраэль чтобы обучать еврейских детей в Палестине работе на земле. Немецкая организация «Хиллсерайн де Дейчен Юден» Ассоциация помощи немецким евреям преследовала аналогичную цель создать систему образования на немецком языке в Палестине. «Jewish Colonization Association» Еврейское колонизационное общество ЕКО стремилось привлечь евреев к сельскохозяйственному труду в Аргентине и других странах, в то время как «American Jewish Joint Distribution Committee» Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет так называемый Joint стремился помочь евреям в неблагополучных районах и стимулировать продуктивность. Наряду с центробежными тенденциями модернизации и эмансипации существовала объединяющая тенденция. Еврейская пресса создала международное сообщество питаемое одной и той же информацией, вдохновляемое одними и теми же событиями и отождествляемое с общими еврейскими массами, даже если они жили в обществах чуждых друг другу по языку и культуре. Неудача и предательство В последней четверти девятнадцатого века проявление положительных тенденций, питавших веру, способность образования приносить прогресс и процветание человеческому обществу и искоренять предрассудки, дискриминацию и несправедливость остановилась. В 1881 году Александр Второй был убит революционерами, стремившимися свергнуть самодержавный режим. Среди заговорщиков были евреи. Как мужчины, так и женщины. Это событие ознаменовало собой новый этап. Не только евреи-мужчины действовали заодно с нееврейскими революционерами, но и молодые еврейские девушки, недавно освободившиеся от традиционной культуры, сотрудничали с мужчинами и неевреями. Таков был результат образовательных реформ Александра Второго, благодаря которым еврейские и нееврейские студенты нашли общий язык, питая большие надежды на всемирную реформу и построение нового общества, где религия больше не будет критерием для интеграции. Убийство царя стало шоком для всей Российской империи, а по Украине прокатилась волна погромов. Церковь и правительство не предприняли никаких попыток обуздать толпу, и евреи подозревали их в сотрудничестве с погромщиками, хотя ущерб был нанесен главным образом имуществу. Потрясение было огромным. Массовых антиеврейских беспорядков в Восточной Европе не было уже больше столетия. Предполагалось, что укрепление абсолютистского государства обеспечивает общественный порядок и безопасность. Теперь внезапно выяснилось, что хотя в большей части Европы и в Америке евреи были равноправными гражданами, простонародье в Российской империи все еще способно к бесчинству, в то время как правительство либо бездействует, либо само вовлечено в беспорядки. Погромы не только подорвали чувство безопасности евреев, но и поколебали их веру в прогресс, поскольку русские революционеры не бросились на защиту евреев. Революционеры считали безразличие российских маск революционной пропаганде и собственному угнетению главным камнем преткновения на пути к революции. Они рассматривали антиеврейские вспышки насилия как выражение гнева толпы, знаменующие изменение в сознании, которое направит массы к революции и приведет к падению режима. Больше всего пострадали от этой реакции просвещенные, образованные элементы еврейского населения. Ранее они верили в солидарность с русскими революционерами, а теперь понимали, что стоят вовсе не на твердой земле, о назыбучих песках. Это предательство повторялось несколько раз в период до Первой мировой войны, во время Кишиневского погрома 1903 года и погромов в октябре 1905 года, разразившихся после провала Первой русской революции. Каждая волна погромов была сильнее предыдущей по своей жестокости количеству жертв и размеру ущерба, и в каждом случае повторялось одно и то же. Слабость или безразличие местных властей и их неспособность направить просвещенное общественное мнение против погромов. Более того, после Суфот-Бан-Эгеф произошел так называемый «холодный погром», то, что режим обозначил как «майские правила 1882 года, ограничение проживания в черте оседлости, уменьшение доступа евреев к высшему образованию и возможности заниматься производительным трудом и сельским хозяйством». Режим оправдывал эти ограничения, заявляя, что погромы стали ответом на еврейскую эксплуатацию масс. Возможность осуществления равноправия для российского еврейства теперь еще больше отодвинулась на неопределенный срок, что имело двоякий эффект. Прежде всего, потеря неприкосновенности жизни повлияла не только на общины, пережившие погромы, но и на отношения между евреями и властями в целом. Отчаявшись и разочаровавшись возможности улучшить свою жизнь, еврейские массы пытались покинуть Россию. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, миллионы евреев, больше не готовых смириться со своей судьбой, мигрировали из Восточной Европы, стремясь обрести будущее. Подавляющее большинство эмигрировало в Соединенные Штаты, страну безграничных возможностей, некоторые перебрались из Восточной Европы в Западную, в Германию или Англию, другие в Южную Америку и Южную Африку, и десятки тысяч отправились в Палестину. Вторым последствием стала радикализация еврейских масс, обусловленная тремя факторами. Во-первых, чувством обездоленности и дискриминации властями, во-вторых, новым самосознанием, вызванным все расширявшимся знакомством с Большим Миром, в-третьих, усиливающаяся тенденция секуляризации еврейской жизни в соответствии с Духом Времени. Русские революционеры последней трети девятнадцатого века были образованными молодыми людьми-идеалистами, решившими пожертвовать своей жизнью в борьбе за освобождение масс и создание справедливого общества. Эти молодые мужчины и женщины, которые, что называется, пошли в народ, стремясь пробудить сотни тысяч угнетенных крестьян к осознанию их жалкого положения и несправедливости, столкнулись не только с безразличием, но и с враждебностью со стороны тех, кого они надеялись спасти. Кто вместо этого выдавал их властям? В итоге их судьбой стали долгие годы заключения, высылка в Сибирь, безумие и смерть. Это мученичество стало героическим мифом для целых поколений революционеров, евреев и неевреев. Пример русской молодежи был принят близко к сердцу еврейской молодежью, страдавшая дискриминацией и лишений и стремившейся к возвышенному идеалу, преобразовать мир по образу Царства Небесного. Некоторые присоединились к русским революционным движениям и не проявляли никакого интереса к судьбе евреев. В их число входили Лев Троцкий, Бронштейн и Юлий Мартов, Цедер Баум, оставившие свой след в истории России. Другие пытались организовать еврейское рабочее движение. В 1897 году они основали Бунт, еврейско-марксистскую партию, которая защищала еврейских рабочих от эксплуатации фабрикантами, большинство из которых сами были евреями. Низшие классы охотно пошли за Бундом, построенным на откровенно популистской основе. Другая часть еврейской молодежи, также затронутая мифологией русских революционных мучеников, отчаялась добиться справедливости для евреев в любой стране, в которой они жили, и предпочла реформировать еврейское общество в стране, которая стала бы их собственной. Это были студенты, основавшие в Соединенных Штатах движение Ам-Олам «Вечный народ» и группа «Билу», аббревиатура от «Бейт Иаков Леху Велеха Дом Иакова «Придите и пойдем». Исаия Псалмы глава 136 стих 5 Поставившая себе цель создать колонию в Палестине, за ними последовали различные другие сионистские социалистические группы. Новый еврейский национализм По мере того, как безопасность евреев в Восточной Европе все более подрывалась, современный антисемитизм появился и в Западной Европе. Ненависть к евреям не была новостью, но на этот раз она проходила под флагом расизма и детерминизма. Ее объектом была не еврейская религия, а еврейская раса. Религию можно сменить, а расу нет. В эпоху растущей секуляризации религиозная ненависть могла бы показаться пережитком прошлого, но расовая ненависть была современной и актуальной, так как говорила на языке научного дарвинизма. Прежняя ненависть к евреям была нацелена на чужого, другого еврея, тогда как антисемитизм был нацелен на еврея, который выглядел так же, как и остальные, говорил на местном языке, чей внешний вид и поведение соответствовали среднему классу, он даже создавал национальную культуру, либо принимал участие в ее создании наряду с остальными. Антисемиты обвиняли евреев в том, что они вызывают все беды капиталистического общества, подстрекают к революции и подрывают существующий порядок. Они представляли евреев паразитами, не способными создать собственное общество или культуру, сидевшими на шее у других народов и копировавшими либо извращавшими их культуру, поскольку евреи не могли по-настоящему интегрироваться в культуру, их культурные творения представлялись искусственными, неподлинными, неоригинальными. Традиционные евреи воспринимали давнюю традиционную ненависть к евреям как часть принятого мирового порядка, который не изменится до пришествия Мессии, закона, который необходимо принять и терпеть. От нового антисемитизма страдали евреи, считавшие себя частью людей, среди которых они жили с равными правами и обязанностями, потому что больше не существовало еврейской, так сказать, общины. Теперь они оказались все вместе под печально известным прозвищем еврей. Как пишет и Хескель Кауфман, возрождение, которого евреи жаждали и ожидали от своей интеграции в общество, теперь развеялось как мираж в пустыне. Конституционное равенство не привело к социальной интеграции и, конечно же, не привело к признанию немцами или французами того, что евреи были органической частью их наций. В своих мемуарах Гершом Шолем описывает различную реакцию евреев на появление антисемитизма. Некоторые предпочитали игнорировать это. Так отец Шолема ощущал себя во всех смыслах и целях немцем, даже когда был вынужден покидать клубы, к которым принадлежал из-за растущей оппозиции членам евреям. Один из братьев Шолема оставался немецким патриотом до самой смерти, утверждая, что Гитлер не определяет немец он или нет. Другой брат был коммунистом и погиб в концентрационном лагере Бухенвальд, а Герхард, которому предстояло стать Герхомом, обратился к сионизму. Как и другие националистические движения, еврейский национализм сформировался из новой самоидентификации, порожденной воздействием современности и новой социальной осознанности, приобретенной благодаря светскому образованию, господствующий национализм нанес современным светским евреям глубокую рану тем, что отверг их. Эрнест Гелнер связывает формирование националистических движений с ростом числа образованных мобильных людей, товаров, убеждений и пропаганды, которые сопровождают индустриализацию и с разочарованием порожденным несбывшимися ожиданиями интеграции в общество. Формирование интеллигенции в отвергнутой этнической группе было первым шагом в развитии движения, которое затем могло распространять свой месседж с помощью усовершенствованных средств связи. Подобный процесс можно наблюдать и среди евреев. То, что в предыдущие века рассматривалось как неосознанная идентификация с так называемым еврейством, без национального осмысления или стремления облечь чувство евреев в политическую программу, теперь стало национальным сознанием. В отличие от доминирующих тенденций в еврейском обществе девятнадцатого века националистическое движение требовало прежде всего признания существования еврейской нации с общим прошлым, настоящим и даже будущим. Оно рассматривало этот народ как обладающий внутренней ценностью, как важную часть мировой культуры. В своей книге «Ром энд Джерусалем», «Рим и Иерусалим», Мозес Гесс, немецко-еврейский социалист и современник Маркса, сравнил семью наций с оркестром, не способным играть гармонично, пока отсутствует один инструмент, еврейская нация. Как и Герцель, он считал существование еврейской национальности предопределенной неизбежной судьбой. Оба требовали признания еврейской самобытности не только для личностей, но и для сообщества. Для евреев Центральной и Западной Европы знаменитый призыв Герцеля «Мы народ, один народ» стал откровением, несущим посыл «Освобождение». Для восточноевропейских евреев в их политической ситуации, напротив, это было самоочевидным заявлением. Одной из характерных черт европейских национальных движений — сионизм по сравнению с другими возник позже — была отсылка к легитимности, а легитимность обычно опиралась на генеалогию, свидетельствующую о древности нации, ее исторических правах на территорию и суверенитет, красоту национальной культуры и вклад в мировую культуру. Генеалогия еврейского народа опиралась на Библию, что представляло собой нечто парадоксальное, поскольку до XIX века Библия считалась вторичной по сравнению с еврейским устным законом. Дети изучали пятикнижие в Хедере, но просто как введение в изучение более важных писаний, Талмуда и Поским религиозных судей. Именно протестанты открыли Библию и превозносили ее важность в воспитании молодого поколения. Даже идея возвращения евреев на свою древнюю родину как первого шага к спасению мира, похоже, возникла среди определенной группы евангельских и английских протестантов, достигшей расцвета в Англии в 1840-х годах. Они привнесли это понятие в еврейские круги. Может показаться, что идея возвращения на землю Израиля была частью духовных убеждений еврейского народа с незапамятных времен. В конце концов евреи каждый день молились о возвращении в Сион, каждый Песах они произносили «в следующем году в Иерусалиме», и каждый пост девятого ава они оплакивали разрушение храма. В семнадцатом веке еврейский мир был взбудоражен появлением ложного мессии Шабтая Цви, который пообещал положить конец изгнанию и вернуть еврейский народ в землю Израиля, тоска по Сиону безусловно была неотъемлемой частью глубоких переживаний еврейского народа. Но между этим стремлением и сионизмом была существенная разница. На протяжении веков евреи были сосредоточены на чудесном спасении, которое должно было произойти как часть апокалиптических событий, изменивших нынешний мировой порядок. До этого времени, окутанного туманом будущего, они должны были жить своей жизнью в диаспоре, а не форсировать события. Идеи, которые начали распространяться как среди светских, так и среди религиозных евреев в девятнадцатом веке, были диаметрально противоположны. Вместо того, чтобы пассивно ожидать пришествия Мессии, еврейский народ должен был взять судьбу в свои руки и изменить ситуацию своими силами. Эта концепция встретила резкое сопротивление со стороны консервативных религиозных кругов, которые считали ее противодействием божественной воли, левые же возражали, что просвещенные евреи должны отказаться от этой концепции, основанной на религии. Группы Хофефай Сион, любящие Сион, появившиеся в Российской империи после Суфот-Банегеф и потери вера в то, что прогресс спасет евреев, были небольшими по размеру, неопытными, как в организационном плане, так и в создании поселений, но они внесли существенное нововведение, перестали говорить о земле Израиля как о мифической земле и стали называть ее реальной страной, в которую можно переселиться. Пятнадцать лет спустя Герцль добавил политическую составляющую к движению начавшемуся до него. Это стремление добиться существенного изменения мировосприятия евреев, а также отношения к ним всего мира, вот что оставило революционный след в сионистском движении, это было революционным шагом призывать евреев к реальным активным действиям в настоящем, то, что Гершом Шолем назвал возвращением евреев в историю, и так же, как и другие национальные движения, это новое движение использовало древние мифы и символы, большей частью заимствованное из традиций и религии. Герцль и зарождение сионизма В еврейской истории особое место отведено Теодору Герцлю, отцу сионистского движения. Как бы ни пытались объяснить определенные исторические явления, в них все же сохраняется необъяснимый таинственный мистический элемент. Появление Герцля в еврейском мире и его активная деятельность менее чем за десять лет составили одно из таких явлений, мимолетная вспышка молнии, осветившая реальность и стряхнувшая ее, заложившая основу для будущих изменений. Герцль был венгерским евреем из эмансипированной и приобщенной к немецкой культуре семьи. Его познания в иудаизме были скудными, а в отношении еврейского народа поверхностными. Журналист, специализирующийся на жанре легкого фильетона, который ценили в основном евреи, искушенные и ироничные читатели уважаемой венской газеты Ноэ Фрае пресса на рубеже веков. Герцль также пробовал свои силы в драматургии, но с небольшим успехом. Ничто в его личной истории не намекало на душевную стойкость, безграничную энергию, политическую проницательность и бесконечную самоотдачу, которую он проявил в последнее поразительное десятилетие своей жизни, почти в мгновение ока этот посредственный буржуазный интеллигент превратился в человека, движимого призванием. Краткая брошюра «Der Югенстад» «Еврейское государство», которую Герцель опубликовал в 1896 году, стоит в одном ряду с трактатом Аббата Сиеса «What is the third estate» «Что такое третье сословие», спровоцировавшим французскую революцию и с «Common Sense» «Здравым смыслом» Томаса Пэйна, создавшим подспорье для американской революции, «Auto Emancipation» автоэмансипация «Ягуды» Лейва Пинскера 1882 года предшествовала брошюре Герцля, и хотя анализ антисемитизма Пинскером был определенно более глубоким, величие Герцля заключалось в том, что он показал это явление в его современном контексте и извлек из него конкретные выводы. Герцль понимал многогранный характер современного антисемитизма, соединявшего себе противоположные элементы. Евреев ненавидели как капиталистов и как революционеров, как богатых и как бедных, как образованных и как невежественных, как людей, унаследовавших местную культуру, но все же оставшихся самобытными. Прежде всего Герцль признал, что антисемитизм проистекает из нового явления в политической жизни Европы, массовой политики. По словам Герцля, по мере того, как власть масс возрастала с ростом национализма и демократизации, одновременно возрастал и риск для евреев. Живя в Вене и Париже, он был свидетелем растущей власти масс. В Австрии Карл Люгер, антисемитский политик-подстрекатель, чье избрание бургомистром Вены не было одобрено императором Францем Иосифом, тем не менее, был переизбран немецкой общественностью. Немцы чувствовали угрозу со стороны растущего национализма поляков и чехов и возмущались очевидным успехом евреев в культурно-экономической жизни имперского города, поэтому они разделяли политические взгляды Люгера. В Париже Герц наблюдал массовое возмущение, последовавшее за судом над Дрейфусом, однако не этот суд пробудил его внимание к еврейскому вопросу, антисемитизму, как это принято считать. Его националистическое сознание уже было пробуждено растущей властью масс и тем, что это значило в свете их отношения к евреям, даже в стране, где евреи были эмансипированы в течение почти столетия. Негодование масс по отношению к евреям укрепило его веру в то, что евреи не могут ассимилироваться не потому, что они этого не хотят, а потому, что им этого не позволяют. В долгосрочном плане прогресс мог бы изменить эту ситуацию, но вот из-за чего план Герцля был как нельзя более актуален. Сколько на самом деле оставалось времени для решения еврейского вопроса? Интуитивно Герцль осознавал скрывающуюся экзистенциальную опасность. Независимо от того, провалилась ли эмансипация или достигла успеха, она была предоставлена на основе абстрактных принципов конституционного равенства, она не завоевала сердца и умы людей, которые отказывались принимать евреев как часть своих сограждан. Вывод Герцля был прост. Нет смысла бороться с антисемитизмом, доказывать его ошибочность, поскольку он основан на глубоко укоренившемся мировоззрении, которое рациональное мышление не в состоянии преодолеть. Единственный вариант — обойти его. Евреи были нацией, нуждавшейся в собственном государстве. Однозначный диагноз Герцля о природе болезней и ее лечении был освобождением. Он положил конец полуправде, притворству, будто все в порядке, эмансипация решила проблему. оскорбленная гордость образованного ассимилированного еврея, оказавшегося отвергнутым культурой и нацией, которым, по его ощущению, он принадлежал, привела Герцля к откровенному и гордому лозунгу «Мы народ, единый народ». К этому выводу Герцль добавил еще одно суждение. Еврейский вопрос — глобальная проблема, которую можно решить только с помощью великих держав. Действительно, обсуждение евреев в терминах так называемого вопроса было уничижительным. Рассмотрение, так сказать, проблемы рабства или так называемого женского вопроса подразумевало, что эти группы были ниже по статусу и нуждались в эмансипации. Напротив, определив проблему евреев как международную, Герцль убрал ее из сферы социальной и этнической политики в различных странах и включил в международную повестку дня. Он диалектически рассматривал как явный так и скрытый европейский антисемитизм, как фактор, который подтолкнет страны Европы к созданию еврейского государства, стремясь избавиться от мятежной еврейской интеллигенции, успешного еврейского среднего класса, избытка еврейской образованной прослойки на Западе и обездоленных евреев Востока, европейские державы предложат свою помощь в организации современного исхода с заглавной буквы. Герцель чрезвычайно глубоко понимал антисемитизм. В своем дневнике он сравнил еврейский народ с катящимся камнем, падение которого в бездну невозможно остановить. «Они нас изгонят? Убьют!» задавался он вопросом в речи, которую собирался произнести перед Ротшильдами. Несмотря на все эти зверства, он полагался на европейский гуманизм и прогресс, считая, что сами европейцы захотят избавиться от евреев, но гуманно, помогая им создать собственное государство. Он и представить себе не мог, что исход с заглавной буквы когда-нибудь сменится крематориями Освенцима. Будучи современным человеком, Герцель любил европейскую культуру и восхищался ею, оперой, театром и музыкой. Он видел потенциал новых технологий, сокращающих расстояние и делающих достижимым то, что 50 лет назад считалось немыслимым. Теперь стало возможным перевести миллионы людей с одного континента на другой за короткое время и без большого напряжения и лишения осуществить крупномасштабные колонизационные проекты. Описание Герцлем того, как современный мир сделал такие начинания возможными, увлекло многих евреев. Как впоследствии оказалось, еврейское государство строилось не по сценарию Герцля и сопровождалось огромными трудностями. Сионисты должны быть благодарны ему за то, что он не ожидал этих трудностей, иначе, возможно, он с самого начала разочаровался бы в этом предприятии. Герцль описал процесс переселения миллионов евреев из Европы в Палестину, евреев, которые, как он утверждал, не могли или не хотели ассимилироваться. Он пояснял, что такой процесс должен быть поддержан обязательным международным договором, который предоставит евреям права в их новой стране в соответствии с моделью уставного общества. Уставные общества ранее создавались в Британской империи либо с целью белой колонизации, либо для получения торговых и других привилегий. Должна быть собрана делегация евреев для переговоров с великими державами, чтобы получить хартию. Если бы Герцль остановился после публикации брошюры «Еврейское государство», которое сразу же получило признание была переведена на еврит, идих, русский и другие языки, он никогда бы не занял свое неоспоримое место в еврейском пантеоне. Величие Герцля заключалось не только в том, что он определил цель, но и в том, что разработал средства для ее достижения, созвав первый сионистский конгресс в Базеле в 1897 году. До этого он пытался привлечь активные международные еврейские благотворительные ассоциации, и эти организации стремились повысить продуктивность, обучать нуждающихся еврейских детей ремеслу и расселять евреев в Аргентине. Они были созданы и находились под строгим контролем богатых уважаемых евреев с благородными целями, но без националистических притязаний. На первых этапах разработки своей концепции Герцль надеялся заручиться поддержкой крупных еврейских филантропов, таких как барон Морис де Хирш, финансировавший еврейскую колонизацию в Аргентине или барон Эдмон де Ротшильд, но его встречи с этими людьми не увенчались успехом. Когда они согласились принять его, то увидели в нем не пророка национализма, а всего лишь известного журналиста, а его программу посчитали плодом возбужденного воображения, не имеющего под собой реальной основы, обаяние Герцля, сослужившее ему хорошую службу среди государственных и политических деятелей, на этот раз на встречах с филантропами, подвело его. Именно после этой неудачи с миллионерами он решил написать «Еврейское государство», предсказуемый шаг для человека, для которого журналистика была его хлебом с маслом. Ажиотаж, вызванный этой скромной брошюрой, привел Герцля к выводу, что он должен основать упомянутую в ней ассоциацию евреев, которая будет представлять евреев на переговорах по хартии. Новаторство его замысла созыва Конгресса заключалось в том, что впервые в еврейской истории международные делегации, представляющие партнеров сионистского проекта, собирались на широкой общественной основе, хотя и следовало ожидать, что потенциальные участники, способные позволить себе поездку, будут из образованного еврейского среднего класса. Идея заключалась в том, чтобы Конгресс представлял весь еврейский народ и общался с властями с точки зрения идей сионизма. Делегаты со всего мира посетили съезд 1897 года, и за три дня его проведения сформировалась модель сионистского движения, были созданы постоянные учреждения, съезд собирался раз в год или два, как своего рода парламент, президент и исполнительный комитет составляли исполнительный орган, действовавший в период между съездами, были сформированы местные ассоциации, члены которых платили взносы, используя сионистские шекели, и отправляли делегатов на конгресс в соответствии с количеством оплативших членов. В те несколько дней Герцль заложил организационные и политические основы того, что позже будет названо зарождающимся еврейским государством. Таким образом, Герцль в очень конкретном смысле заявил, в Базеле я основал еврейское государство. Этот магический акт сознания экс-никхеле представительного органа еврейского народа, уполномоченного вести переговоры в качестве своего законного представителя с главами государств, которые помогут получить хартию, был революционным шагом провозгласившим миру создание нового национального движения. Как человек ответственный за работу с прессой, Герц незамедлительно пригласил представителей международной прессы осветить это событие. Он позаботился о том, чтобы зал был достойным, с делегатами во фраках и белых перчатках. В изображениях была заметна смесь современности и древних символов. Например, на карточке делегата с одной стороны была изображена стена плача, развалины стены храма, а с другой фигура фермера-еврея, работающего на своем поле. Сионистский флаг, размещенный на талите, еврейском молитвенном покрывале со звездой Давида в центре, был идеей Герцля. Стихотворение нафтали Герца Эмбера на тиква «Надежда» было принято в качестве гимна движения, несмотря на то, что язык Конгресса был немецким и большинство делегатов свободно владели им. Рихард Лихтхейм, лидер немецких сионистов, определил сионизм как «подарок Европы еврейскому народу» и его фраза подчеркнула националистический, новаторский характер движения, которое стало посредником между еврейским народом и современностью. Эта фраза также отразила сионистские методы политической организации и дипломатических действий, зародившиеся в Европе. Герцль привнес сионистское движение, политическое лавирование, которому научился в Бурбонском дворце во время пребывания в Париже, а также преобладающие концепции и практики большого мира, конгрессы, уставы, переговоры на высшем уровне, широкомасштабные акции и так далее. Эти сферы деятельности были неизвестны еврейскому народу. Вот почему большая часть руководства молодого сионистского движения принадлежала к евреям Запада, сторонникам эмансипации. Напротив, массы, которые сионизм стремился спасти, жили в Восточной Европе и мало знали о западной культуре. Многие остались привяженцами религиозного образа жизни и соблюдали Галаху еврейский закон и традиции. Ускоренная модернизация Российской империи во второй половине девятнадцатого и начале двадцатого веков затронуло широкие слои населения. Железные дороги оставили еврейских торговцев без работы, традиционные занятия, такие как извоз, стали ненужными, а многочисленные ремесла оказались невостребованными в результате индустриализации. Потеря этих источников средств к существованию, в сочетании с резким увеличением населения евреев царской России между 1800 и 1900 годами привела к повальной бедности. предпочтительным решением экономических трудностей в связи с отсутствием надежды на самореализацию и физической безопасности была эмиграция за границу. На рубеже веков эмиграция в Соединенные Штаты казалась решением для миллионов бедствующих евреев, но даже несмотря на то, что многие уехали в новый свет накануне Первой мировой войны, количество евреев Российской империи с 1882 года только увеличилось. Таким образом, призыв Герцля, который нашел мало сочувствия в Западной Европе, получил широкую поддержку населения на Востоке. Соединение эмансипированного западного руководства, которое вернулось к своей еврейской идентичности, с широкой базой сторонников, говорящих на идише, пропитанных еврейской культурой, некоторые привяжены традициям, а другие в той или иной степени так называемые просвещенные, было достаточным для того, чтобы доказать правдивость афоризма еврейских мудрецов. Заключенный не освобождает себя сам из заточения. Или примером Моисея, который продемонстрировал, что только свободный человек может принести свободу своим порабощенным братьям. Герцль обращался к еврейскому народу, но не знал его, в то время как еврейский народ видел в нем почти библейскую фигуру еврейского царя. Движение Хофефай Цион, базирующееся в Одессе, начало создавать колонии в Палестине после Суфот Банегеф. С 1889 года, когда Ахад Хаам, Ашер Гринсберг, опубликовал свое эссе «This is not the way», «Это не путь», он считался наиболее важной интеллектуальной и моральной фигурой движения, его сила заключалась в убедительном анализе и ясном стиле. Он без колебаний опубликовал статью «Truth from Eretz Israel истина из Eretz Israel» 1891 года, в которой были разоблачены все неудачи молодого предприятия по колонизации Палестины. В то время, когда хорошо продуманные взгляды на политические и практические вопросы урегулирования были еще не многочисленны, а просионистская пресса печатала романтические описания жизни в Палестине, изображавшие привлекательную страну, беспристрастность Ахад-Ха-Ама считалась шагом назад. Однако, хотя он был выдающимся критиком, его способность действовать и руководить была ограниченной. Пока на сцене появился герцль, Хофефай Цион не мог получить массовой поддержки. Это было просто топтание на месте. Внезапная популярность герцля, боготовка к конгрессу и сам конгресс, о котором сообщала как еврейская, так и нееврейская пресса, пробудили воображение еврейских масс и впервые создали сообщество сторонников сионистской идеи. Ахат-ха-ам не был в восторге. Массовая эмиграция в Палестину и создание там еврейского государства противоречили его определению еврейского вопроса и его решению. В то время как для герцля еврейский вопрос антисемитизм был проблемой, с которой движение должно было иметь дело, для хат-ха-ама проблема заключалась в так называемой проблеме иудаизма, ослаблении связи евреев с их культурой из-за эмансипации и секуляризации. Он не видел в Палестине решения для миллионов. Он считал, что евреи должны эмигрировать в Соединенные Штаты. Он утверждал, что сионистское движение может и должно создавать так называемый духовный центр в Палестине, который будет характеризоваться светской еврейской культурой, возрождением еврита, целостностью и нравственностью. Там осуществится мечта избранного за главной буквы народа. Будучи источником гордости и ярким примером для еврейского народа, центр проявит то, что Ахат-Хаам определил как дух иудаизма и будет действовать как противодействие тенденции среди евреев, особенно в Западе, к отказу от своей национальной идентичности ради ассимиляции. Этот центр будет развиваться постепенно, тщательно отбирая тех, кто достоин войти в него, избегая ярлыков политического авантюризма и завышенных ожиданий. Ахат-Хаам представлял духовный сионизм. Его взгляды были диаметрально противоположны взглядам Герцля. Герцль чувствовал крайнюю необходимость немедленного воплощения своих планов, потому что понимал, что для поддержания массового энтузиазма и поддержки сионизма нужны ощутимые достижения и интуитивно знал, что у движения было лишь ограниченное время. Для него еврейская проблема не была набором абстрактных понятий, как для Ахат-Хаама. Он требовал быстрого решения, потому что от этого зависела жизнь реальных людей. Герцль задумал исход с заглавной буквы, прежде всего, как массовую эмиграцию бедных простых людей, которые будут строить страну. Он предвидел неизбирательную эмиграцию образованных, респектабельных избранных, а движение миллионов, всех, кто стремится к эмиграции. Короткое время, которое он выделил на реализацию этой программы и ее огромные масштабы, казались неправдоподобными Ахад-Хааму, который критиковал как содержание программы, поскольку считал, что она дает ответ на неверный вопрос, так и грандиозный план Герцля получить хартию и овладеть Палестиной с помощью дипломатии одним рощерком пера. «Спасение Израиля придет через пророков, а не дипломатов», упрекнул Ахад-Хаам Герцля в заключении своей статьи «The First Sionist Congress», «Первый сионистский конгресс», который он отреагировал на конгресс и где попытался снизить ожидания от нового политического сионизма, как от нового игрока на политической арене. План Уганды и территориализм «В годы после Конгресса у Ахад-Хаама было много возможностей сказать «Я предупреждал вас». И он не упустил ни одно из них. Попытки Герцля вести переговоры с османским режимом, немецким кайзером и российским министром внутренних дел закончились неудачей. Турки не были заинтересованы в допуске еще одного немусульманского элемента на Ближний Восток, который мог послужить дополнительным основанием для европейского вмешательства в дела Османской империи. Русские сионисты намеревались бойкотировать власти после Кишиневского погрома 1903 года, ошеломившего еврейский мир после более чем двадцати лет тишины и покоя. Тем не менее Герцль пошел навстречу с российским министром внутренних дел Вячеславом фон Плеве, подозреваемым в ответственности за погром, в надежде, что этот антисемит будет готов оказать давление на турецкое правительство, чтобы оно согласилось эвакуировать евреев из России в Палестину. Визит ни к чему не привел, но на вокзале Вильны Вильнюс Герцля впервые встретили толпы евреев, которые пришли поприветствовать его и продемонстрировать свою солидарность с царем евреев и с идеей еврейского государства. Герцль был тронут симпатии, исходившей от толпы. То был иной еврейский опыт, отличный от сдержанности знакомой ему в Западной Европе и от гневных придирок, звучащих из Зус-Ахат-Хаама и его последователей. Жестокость полиции, пытавшейся разогнать толпу, и храбрость людей перед лицом этой жестокости, возможно, заставили его почувствовать себя обязанным спасти их во что бы то ни стало. За несколько месяцев до этого визита в Вильню министр по делам колонии Британской империи Джозеф Чемберлен предложил Герцлю хартию на часть Восточной Африки, область которую сионисты называли Угандой, но на самом деле эту территорию сейчас занимает Кения. Принимая во внимание трудности, свидетелем которых стал Герцль не мог сразу отклонить это предложение, то, что такая мировая держава, как Великобритания предложила территорию своей империи, было огромным достижением для молодого движения, которому тогда было менее десяти лет, и оно не обладало ни властью, ни поддержкой. Это было международное признание сионизма как национального движения, но в сионистском лагере предложение было воспринято иначе. Хотя Герцль обдумывал, в еврейском государстве станет ли Аргентина или Палестина местом для будущего поселения евреев, его встреча с представителями восточноевропейского еврейства ясно показало, что только Палестина может привлечь евреев, поэтому все его дипломатические усилия теперь были сосредоточены на ней. Тем не менее, он представил британское предложение на рассмотрение шестого сионистского конгресса и попросил делегатов отправить исследовательскую группу в Уганду для изучения возможности принять массовую еврейскую иммиграцию. Это был один из судьбоносных моментов в истории сионистского движения, когда идеология и миф столкнулись с практикой и реальностью. Подобные моменты повторялись в 1937 году с первым предложением о разделе Палестины на еврейское и арабское государства и в 1948 году при решении объявить независимость Израиля и, несомненно, произойдут и в будущем. Хотя предложение Герцля было вызвано осознанием неотложности перед лицом бедственного положения русского еврейства, делегаты из Восточной Европы выступили против него. Макс Нордау, известный немецкоязычный писатель и важная фигура среди тех, кого Герцль привлек в ряды сионистов, тщетно пытался подсластить пилюлю, описывая Восточную Африку как просто, так сказать, ночлежку на дороге в Палестину. Российские сионистские делегаты, от имени которых Герцль хотел принять это предложение, сочли его предательством Сиона и пригрозили расколом молодой сионистской организации, отказавшись ратифицировать его. Только когда Герцль торжественно поклялся «Если я забуду тебя и Иерусалим, забудь меня, десница моя!» Они согласились вернуться в зал Конгресса. В конце концов, после того, как Герцль пригрозил уйти в отставку, было решено послать исследовательскую группу в Восточную Африку. Эта группа отправилась на осмотр территории и вернулась с заключением, что оно непригодно для массового заселения. Таким образом, план по переселению в Уганду был отвергнут. Этот эпизод более важен из-за своего культурно-символического значения, нежели политического. В конечном итоге чашу весов перетянула сила мифа о земле Израиля, столь глубоко укоренившаяся в самом существовании евреев, придерживавшихся сионистской идеи, переполнявшие их эмоции дали понять, что для приверженцев сионизма Палестина была не просто территорией, которую в случае необходимости можно было бы заменить любой другой. Идея возвращения евреев на свою землю наделила сионистское движение притягательностью выходящей за рамки экономических и политических интересов и мимолетных выгод. В период после отказа от угандийского плана была создана еврейская территориальная организация JTO или ЕТО во главе с англо-еврейским писателем Израэлем Зангвилем, которая занималась поиском подходящей территории для расселения евреев. Среди всех еврейских националистических течений территориалисты были ближе всего к политическому сионизму, они придерживались двух основных сионистских принципов территории и самоуправления. Как и Герцль, они были озабочены бедствиями евреев и полагались на массовое иммиграционное движение. В период спада, которым оказалось сионистское движение после смерти Герца спустя год после Угандийского Конгресса, и в ответ на волну еще более жестоких, чем прежние, погромов в России, последовавших за революцией 1905 года, территориалистическое движение обрело массовую поддержку. Но все попытки найти подходящую доступную территорию заканчивались неудачей. Слабость сионизма в то время была связана, помимо всего прочего, с недоступностью Палестины. Но у территориалистов дела обстояли не лучше. Глава вторая Евреи, турки, арабы. Первые контакты на земле Израиля. Одновременно с отчаянными попытками Герцля заполучить хартию в Палестине, уже появились зачатки непризнанного им нового еврейского сообщества. Палестина в девятнадцатом веке В начале девятнадцатого века Палестина была отдаленной отсталой провинцией Османской империи, которая сама также находилась в упадке. Междуусобные войны и столкновения между бедуинами и филлахами происходили каждый день, а дороги, кишевшие грабителями и бандитами, были опасны. Страна была почти необитаемой. Население составляло около двухсот пятидесяти тысяч жителей, в том числе около шести тысяч пятисот евреев, сосредоточенных в четырех священных городах Иерусалиме, Сфате, Тверии и Хевроне. Компания Наполеона в Египте и Палестине потерпела неудачу, потому что эпидемия уничтожила его армию во время осады Акко в 1799 году. Однако компания пробудила интерес европейских держав как к Палестине, так и к разделу Османской империи, слабость которой была очевидна. В 1831 году египетский правитель Мухаммед Али-Паша завоевал Палестину. Он правил ею до 1840 года, попытавшись стабилизировать управление и обезопасить жителей. Этот процесс продолжался даже после того, как под давлением европейских держав Палестина была возвращена Османской империи, стремясь продемонстрировать просвещенность своего правительства по сравнению с Османским режимом, Мухаммед Али разрешил европейским державам отправить своих представителей в Святую Землю. Таким образом, когда в Палестине было восстановлено Османское управление, власти больше не могли закрывать страну для немусульман, а система капитуляций гарантировала, что подданные иностранных держав могут быть защищены их консульствами. Не мусульманам были предоставлены такие же права, как и мусульманам, им даже разрешалось покупать землю при условии, что они будут пользоваться ею в соответствии с Османским законодательством. Франция, Великобритания, Австрия, Россия и Германия открыли консульство в Палестине. В Иерусалиме было основано немецкое протестантское епископство, вскоре за ним последовали и другие. Строительство в городе было приостановлено с конца шестнадцатого века, но теперь католическая, протестантская и греческая православная церкви приступили к ускоренному строительству церквей, детских домов, больниц и школ. В связи с повышением безопасности перевозок на суше и на море и снижением транспортных расходов после появления пароходов, тысячи христиан отправились в паломничество на святую землю. Церкви построили для пилигримов странноприимные дома, наиболее впечатляющими из которых стали больница и церковь Августы Виктории, великолепное здание, возвышающееся над Иерусалимом, В середине века темплеры, немецкая протестантская секта, принялись переселяться в Палестину. В период с 1868 года до Первой мировой войны они основали семь колоний с населением около 2200 человек. Темплеры были пионерами модернизации в Палестине. Их колонии были ярким примером планирования, порядка и организации. Они доказали, что, несмотря на трудности, учиняемые османским правительством, европейская колонизация в Палестине вполне возможна. К концу 1840 годов пароходы регулярно отправлялись в Палестину из Марселя, Одессы и Триеста. С открытием Суэцкого канала в 1869 году в Палестине была проложена первая дорога от Яффы до Иерусалима и между ними началось движение экипажей. До этого весь транспорт состоял исключительно из вьючных животных. Были открыты почта и телеграф, связавшие Палестину с внешним миром. Османский институт охраны правопорядка по сравнению с тем, что существовал в прошлом и подавление стычек между местными вождями, покращение набегов бедуинов на деревне и улучшение медицинских и образовательных услуг. Все это привело к увеличению площади обрабатываемых земель и численности населения. К концу 1870 годов население достигло примерно 380 тысяч, а еврейское население увеличилось до 27 тысяч. Самый значительный рост был в Иерусалиме, где количество евреев увеличилось с 2250 в 1800 году из общего населения в 9 тысяч до 17 тысяч из общего населения в 31 тысячу 500 человек. Даже до начала сионистской эмиграции евреи составляли большинство в городе. Основной рост населения приходился на евреев Ашкенази. На рубеже веков они почти отсутствовали в Иерусалиме, но к 1880 году их было больше, чем сефардов. Подавляющее большинство Ашкенази были сосредоточены в колелях, благотворительных учреждениях в зависимости от страны происхождения, распределявших финансовую помощь, собранную в этих странах для поддержки общества учащихся, состоявшего из студентов и ешив, не зарабатывавших себе на жизнь, но имевших жен и детей. Эта раздача благотворительных средств была известна как халукка. Поскольку очень немногие Ашкенази имели доход, они жили в крайней нищете. Напротив, сефарды обычно не следовали этой модели и зарабатывали себе на жизнь ремеслами и торговлей. Поскольку они свободно говорили на языке страны и были знакомы с ее образом жизни, то могли ориентироваться в местной даже международной торговле и финансах. Одним из новых центров еврейского расселения был город Яффа или Яффо. На рубеже XVIII века Яффа была небольшим, незначительным портовым городом с ростом туризма и паломничества христиан в Иерусалим город рос и стал важнейшим портом въезда в центр страны. В 1892 году была открыта железная дорога между Яффо и Иерусалимом, что повысило статус Яффо. Вокруг города разложились первые цитрусовые рощи в Палестине, посаженные арабами. Экспорт апельсинов под торговой маркой Джаффа превратил город в главный экспортный порт страны. К 1880 году его население достигло десяти тысяч человек, в том числе около одной тысячи евреев. На севере страны стал развиваться город Хайфа. Всего за несколько лет он превзошел Акко в качестве главного порта региона. Эмигранты и иммигранты. Обзор В своих мемуарах Йосеф Ильягу Челуш, родившийся в Яфа в 1870 году, в семье иммигранта из Орана, Алжир, и иммигрантки из Багдада, описывает встречу первых участников того, что позже станет известно как «Первая Алия», буквально «Восхождение на Святую Землю» и тогдашней сефардской элиты Яфо. Семья Челуш была очень набожной, и мужской распорядок дня включал не только молитвы в назначенное время, но и несколько часов изучения Торы. Для синагоги в их большом доме была выделена просторная комната. Члены комитета Есот Хамаала, которые приехали, чтобы купить землю для первого Мошава, колония, множественное число Мошавот, основанного Хофефай Цион, будущий город Ришон Ле Цион, были тепло встречены в доме Челуш. Хотя не обошлось без некоторого замешательства, посетители были в европейской одежде, а некоторые и в очках, и хотя они говорили на иврите, пассифарды свободно владели им, оставалось мучительное сомнение, действительно ли они евреи, как и остальные члены семьи, юный Йосеф задавался вопросом, если они были евреями, то почему не соблюдали заповедь носить ритуальные одежды? Несмотря на такие сомнения, отношения между выдающимися сефарскими семьями Яффы, Челушами, Амзалегами и Мойялями, и первыми иммигрантами, которые обратились за помощью в покупке земли в Палестине, укреплялись. Для новоприбывших, которые не говорили на языке страны и не были знакомы с ее обычаями, эта помощь открыла глаза на реалии Османской Палестины с ее многочисленными правительственными чиновниками и сопутствующими препятствиями на пути к еврейскому освоению страны, а также выработала тактику преодоления этих препятствий. Основание первого поселения с конкретной националистической целью создания еврейского политического плацдарма произошло в 1882 году, ознаменовав начало нового периода в истории Палестины, и еврейского народа. Владимир Дубнов приехал в Палестину с первой волной эмиграции в качестве чена группы Билю, о ней уже упоминалось вкратце. В письме своему брату историку Семену Дубнову, который выступал за получение равноправия для евреев в странах диаспоры, изложил цель своей группы. Конечная цель или пиа дезидерия вовремя взять под свой контроль Палестину, чтобы вернуть евреям политическую независимость, которой они были лишены в течение двух тысяч лет. Поскольку он хорошо знал, что его брат подумает об этом, то добавил «Не смейся, это не заблуждение». Он объяснил, что эта цель требовала создания прочной еврейской экономической основы в Палестине, короче говоря, попытаться и убедиться, что вся земля и все производство находятся в руках евреев. Он считал, что установление еврейского присутствия в Палестине подразумевает обучение обращению с огнестрельным оружием. «В свободной и дикой Турции все возможно», отметил он и изложил свою точку зрения. «Тогда и здесь я могу только догадываться, настанет Великий День, пришествие которого было предсказано Исаией в его страстном видении в Песне Утешения, евреи все же встанут с оружием в руках, если понадобится, и громким голосом они провозгласят себя властителями и хозяемами своей древней родины». Сомнительно, чтобы большинство иммигрантов первой волны разделяли эти далеко идущие мечты. Встретив традиционных еврейских жителей страны, новые иммигранты вскоре определили себя как «Новый Ишув» еврейская община, а своих предшественников как, так сказать, «Старый Ишув». Эти ярлыки должны были обозначать разные цели и образ жизни, а также, так сказать, новые и старые типы людей. Как в палестинской прессе, так и в прессе диаспоры, «Старый Ишув» изображался фанатично ультра-ортодоксальным, сосредоточенный в четырех святых городах, прежде всего в Иерусалиме. Он жил на фонды Халупки, отвергал любые попытки продуктивизации или открытости для внешнего мира и был явно против сионистской идеи. Новый Ишув описывался как просвещенный, образованный, основавший сельскохозяйственное поселение, стремящийся продуктивизации и обладающий сионистским политическим сознанием, но, как и любой ярлык, эти определения не учитывали множество вариаций, присущих обеим сторонам. Несмотря на свой религиозный фанатизм, старый Ишув претерпевал медленные изменения и включал в себя элементы модернизации в сфере занятости и жилья. Первые поселенцы вне стен старого города Иерусалима происходили из старого Ишува, так как были изгнаны туда из-за перенаселенности. Еврейские кварталы были построены на средства колеля к северу и западу от города, что знаменовало готовность к переменам. Именно евреи из старого города предприняли первую попытку создания сельскохозяйственных поселений в Палестине в 1878 году в Мулабисе, позднее Петах-Тиква. Хотя эти поселенцы были мотивированы желанием соблюдать заповеди, связанные со Святой Землей, их готовность вести фермерскую жизнь была сродни революции. С другой стороны, не каждый член первой Алии был достоин называться так называемым новым Ишувом, если эту фразу связывать с привяженностью сионистской идеи. Многие новые эмигранты были очень похожи на своих предшественников из старого Ишува. Они устремились в Иерусалим в надежде получить деньги Халуки. Многие другие были частью большой волны эмиграции, покинувшей Восточную Европу в этот период, особенно в США. Эти эмигранты, которые, по всей видимости, составляли большинство первой Алии девятьсот девятьсот четырнадцатой годы, искали в Палестине то, что эмигранты искали где-либо еще. Лучшей жизни, безопасности, свободы от ужаса погромов и дискриминации со стороны российских властей и новых надежд для их детей. Это были горожане, которые хотели продолжать жить в городе, а не селиться в сельской местности. Они попали в Палестину почти случайно. Возможно, потому, что слышали, что лорд Лоренс Олифант поселил евреев в Палестине, или что Всемирный Еврейский Союз поддерживал еврейских переселенцев, или потому, что перебраться по морю на Ближний Восток было дешевле, чем в Америку, путь в Палестину был короче и было бы легче вернуться домой. Первая Алия также включала относительно небольшие группы Хофефай Цион, которые организовывались у себя на родине, в России и Румынии, с целью покупки земли в Палестине для еврейских сельскохозяйственных поселений. Эти сообщества, движимые нациалистическими мотивами, включали две группы интеллигенции. Первая группа Билю состояла из молодых людей, некоторые из них получили высшее образование в России. Отчаявшись объединиться с русским народом, они решили, что называется, пойти к еврейскому народу и основать в Палестине независимое территориальное образование с мечтами о еврейском суверенитете, подобно мечтам Владимира Дубнова, хотя он сам вскоре вернулся в Россию. Эти молодые люди были холостыми, образованными вольнодумцами, вдохновленными идеалом и далеко идущими планами организации массового движения, но из-за своей неопытности, отсутствия финансирования и жестоких условий жизни в Палестине, они вынуждены были оставить первоначальное намерение, спустившись с высот своего воображения на землю реальности. Они отказались от грандиозных планов и сосредоточились на создании колонии, которая стала бы моделью поселения для людей, следующих за ними. Небольшая избранная группа белуйцев руководствовалась народническими идеями, которые они заимствовали из русского революционного движения и стремились применить к сионизму. Они не оставили после себя какого-либо поселения, большинство расселялось еще до прибытия в Палестину, но после многочисленных невзгод несколько десятков из них поселились в Гедере, где были вынуждены соблюдать религиозный образ жизни. Все, что осталось от их юношеских мечтаний, это легенда о Билу, яркий пример для групп идеалистической молодежи, которая стала их привяженцами в последующее десятилетие, рассматривая белуйцев как первое звено в родословной своего поселения. Вторую группу составляли молодые люди среднего класса, образованные собственники, которые придерживались либеральных взглядов. Именно члены данной группы поразили юного Йосефа Челуша своим поведением и руководствовались националистическими идеями. Остальные члены Хофефай Цион были евреями среднего возраста, которые приехали со своими семьями как по личным, так и по национальным мотивам. Они хотели жить свободной жизнью в Палестине под своей виноградной лозой и под своею смоковницей. Книга пророка Михея, глава четвертая, стих четвертый. В основном они соблюдали религиозные традиции, не имели ни образования, ни руководства. То были мелкие лавочники или религиозные служащие, абсолютно ничего не знавшие о сельскохозяйственных работах. Некоторые начали думать об эмиграции в Палестину еще до погромов 1881 года, но именно сионистское пробуждение, последовавшее за беспорядками, побудило их притворить идею в жизнь. В то время эмиграция была одним из вариантов, а не необходимостью, и многие новоприбывшие решили покинуть страну через короткое время, особенно в годы предшествовавшие Первой мировой войне, когда их дома в России, Галиции или Румынии все еще стояли, и эмиграция в Америку или куда-либо еще была возможна. Для многих Палестина была всего лишь перевалочным пунктом на маршрутах через страны, которые еще не закрыли свои границы, поэтому для въезда в них не требовался паспорт. По общепринятой оценке, в первую алию прибыло 60 тысяч мужчин и женщин, из которых не менее половины покинули страну. Некоторые даже называют цифру 70%. В 1904 году, накануне второй алии, еврейская община в Палестине насчитывала около 55 тысяч человек, включая естественный прирост, из которых от 10 тысяч до 15 тысяч принадлежали новым ишувам, живущим в Машавах и Яффо, а также некоторое количество проживало в Иерусалиме и других городах. В следующее десятилетие в Палестину приехало около 40 тысяч иммигрантов и более 60% из них в конечном итоге уехали, но по некоторым оценкам эта цифра еще выше. Подавляющее большинство иммигрантов второй алии по характеру не отличались от иммигрантов из первой. И, как и первая, вторая алия включала в себя избранную группу не более трех тысяч человек, молодых, неженатых мужчин и незамужних женщин, которые приехали в Палестину самостоятельно, движимые националистическим идеализмом. Даже эта группа прошла через безжалостный отсев. По словам Давида Бен-Гуриона, который приехал из Польши в 1906 году, когда ему было 20 лет, а затем стал первым премьер-министром Израиля, 90% уехали. Но именно члены данной небольшой группы сформировали национальный дух, историографию и руководство. Когда мы говорим о второй алии, мы имеем в виду именно эту избранную группу. Реальность эмиграции и их шува диктовала отсутствие прямой связи между первоначальными мотивами иммигрантов и их действительным поведением, многие из тех, кто прибыл без особых ожиданий и идеологии, становились лояльными патриотами, в то время как довольно много прибывших идеалистов, готовых принести жертвы, разбились о камне суровой реальности и уехали. До Первой мировой войны иммиграция в Палестину не была обязательным сионистским принципом, а уезжавшие из страны никак не осуждались. Отъезды на короткий или постоянный срок были частью жизни в Палестине, и сионистские лидеры, и деятели еврейской культуры приезжали в гости, но не оставались. Лучшие из наших товарищей и вообще среди сионистов проживают в диаспоре и тоскуют, и этого им достаточно, пожаловался Исхак Бен Цви, добавив, они приезжают из-за границы только ради того, чтобы увидеть древность и современность нашей жизни и вернуться назад. Сельскохозяйственное поселение 1882-1904 годов Хотя новый городской шуф, особенно в Яфо, поглотил большинство иммигрантов, образ сионистского освоения Палестины был сельскохозяйственным. Этому влечению к сельскому хозяйству способствовало несколько факторов. Романтика обработки земли, ограниченные навыки иммигрантов и стремление заложить основы еврейского землевладения. Хотя может показаться, что капитализм, возникший в Западной и даже в Восточной Европе в девятнадцатом веке, должен был создать экономический уклон в сторону предпринимательства, торговли и финансов, появление марксизма возродило статус трудящегося. Марксисты утверждали, что только пролетариат своим трудом создает прочные активы, все другие классы живут как пиявки прибавочной стоимости, производимой рабочими. Эта концепция была продолжением мыслей физиократов восемнадцатого века, которые придавали ценность только рабочим, занимающимся основной деятельностью, маргинализируя посреднические факторы в экономике. Обе эти философские школы приписывали евреям более низкий статус, поскольку они были непродуктивными и эксплуатировали чужой труд. Современный антисемитизм продолжал создавать образ еврея-паразита, который, начиная с эпохи просвещения, проник и в публичный дискурс евреев. Все современные еврейские благотворительные общества рассматривали обработку земли как способ спасти евреев от их якобы маргинального места в экономике и дать им производительную роль в обществе, поэтому они продвигали инициативы по проектам сельскохозяйственных поселений по всему миру. Другим фактором была романтическая концепция города колыбели индустриализации и порожденного ею отчуждения как корня всех зол. Идеалом было, как у персонажа Руссо Эмиля, вернуться в потерянный рай невинности, сельское общество, к жизни близкой к природе и физическому контакту со стихиями. В России народники превозносили простого крестьянина, выражавшего истинную фундаментальную сущность нации, в отличие от дворянства и новой буржуазии, которая начала появляться в городах. Они считали русского крестьянина и его сельское сообщество предвестником возможности установления в России социалистического режима без предварительного прохождения по виа долороза жестокого капитализма, вытягивающего из человека все соки. Это отношение перекинулось из русской интеллектуальной сферы в еврейскую. В сионистских кругах считалось, что человек, возделывающий землю, имеет глубокую связь со своей землей, мощное противоядие от скитания, еще одной черты, в которой обвинялись евреи. Живя честным трудом, крестьянин развивал такие особенности, как простой образ жизни, любовь к природе и независимость. Конечно, эта идеалистическая картина была далека от реальности. Как однажды иронично заметил Берл Кацнельсон, вряд ли молодые люди, выражавшие нелепое восхищение русским крестьянином, сумеют выдержать запах смолы от его ботинок. Такое же романтическое видение было связано с еврейским сельскохозяйственным рабочим, и фигура еврейского труженика, шагающего по своему полю, была главным символом сионистской пропаганды. Даже такой умеренный, образованный на Западе человек, как Артур Руппин, видел работу в поле, как источник, из которого мы оживляем нашу физическую и духовную жизнь. В этот период города Палестины могли принять ограниченное число новых жителей, и большинство иммигрантов, пытавшихся поселиться в них, были вынуждены покинуть страну. Не было какой-либо значимой промышленности, и сомнительно, чтобы вообще в этой стране могла в дальнейшем развиться промышленность. Палестина была сельскохозяйственной страной, поэтому самым простым и очевидным решением для любого, кто хотел туда эмигрировать, было сесть на земле и зарабатывать на жизнь сельским хозяйством. Подавляющее большинство иммигрантов не имели ни средств, ни опыта ведения сельского хозяйства. Те, у кого был небольшой капитал, посчитали, сколько будет стоить участок земли, сельскохозяйственное оборудование, строительство дома, обработка и посев земли и ожидания в течение года, пока дождутся урожая. Затем, когда их представители купили землю, на которой они и их товарищи будут строиться, казалось, для будущей мирной и спокойной жизни оставалось только пересечь Средиземное море. Те, у кого не было капитала, полагали, что благотворительные организации найдут способ поселить их на земле. Более того, они знали, что всякая поселенческая ассоциация, создаваемая для покупки земли, выделит часть земли нескольким семьям, не имеющим имущества, так что издалека казалось, что зарабатывать на жизнь сельским хозяйством вполне возможно, и все это может быть организовано заранее. Помимо экономической необходимости и романтической идеологии, существовала политическая концепция, так сказать, практического сионизма. Покупать земли и заселять их – лучший способ завладеть территорией страны и создать еврейское право на обладание Палестиной. Все же, не безлюдная страна была относительно малонаселенной, и точно так же, как когда-то темплеры, евреи пустили корни на этой земле. Любые политические достижения будут проистекать из этого акта колонизации. Такое представление не было уделом отдельных поселенцев, особенно бедных и необразованных, но царило в умах многих членов отделения Хофефайцион в России, известного как Одесский комитет, барона Эдмона де Ротшильда, который начал поддерживать поселенцев еще в 1882 году, еврейского колонизационного общества ЕКО, основавшего новую цепочку поселений в первом десятилетии двадцатого века, и палестинского бюро, созданного в 1908 году и возглавляемого Артуром Руппиным, которое координировало сионистскую деятельность в Палестине. Герцль был против любых попыток еврейского расселения в Палестине до того, как будут получены международные гарантии, и рассматривал их как, так сказать, проникновение, то есть безответственное поведение, неуместное для движения, миссия которого заключалась в создании безопасного убежища для еврейского народа, гарантированного международным правом. Он также опасался, что покупка земли до получения хартии приведет к спекуляциям и повышению цен. Но национальный инстинкт требовал заложить основы еврейского поселения в Палестине с гарантиями или без них, в надежде, что действия на местах в итоге определят политический порядок. Это восприятие продолжало отличать сионистский проект и стало основополагающим мифом. Османские власти были хорошо осведомлены об устремлениях сионистов и их усилиях по расширению еврейского плацдарма в Палестине. В Ливане уже существовало сепаратистское христианское движение и импорт в Палестину еще одного такого движения привел бы к усилению вмешательства со стороны иностранных держав. Добавление еще одного элемента давления к тому, что уже оказывается на империю, было неприемлемо для османов с самого начала. Более того, подавляющее большинство иммигрантов не были османскими подданными, но находились под защитой иностранных консульств. Эти две причины были достаточными для отказа в ответ на усилия сионистов. Однако к этим возражениям добавилось сопротивление арабов любому усилению статуса немусульман в империи и предоставлению им равных прав после Берлинского Конгресса 1878 года, который ослабил империю в политическом плане. Султан Абдул-Хамид Второй попытался укрепить ослабшие узы империи, апеллируя к религиозным чувствам. Он объявил себя халифом правоверных и даже построил железную дорогу в Хиджазе для паломников в Мекку. Арабы составляли значительную часть населения империи и их мнение было важным для властей. Местное арабское руководство, как мусульмане, так и христиане, смотрело на волну еврейских иммигрантов в Палестину с подозрением и враждебностью. Прекрасно осознавая, что евреи возлагают свои национальные устремления на Палестину, арабы не были готовы принять вторжение иностранцев в свою страну. Они неодобрительно смотрели на колонии немцев-темпляров и еще более негативно были настроены в отношении еврейских переселенцев. В результате правительство Османской империи оказалось враждебно настроенным по отношению к еврейской эмиграции и покупке земли. Еще в 1881 году турки запретили евреям въезд в Палестину и когда первые белуйцы прибыли в Стамбул по пути в Палестину, их известили, что евреи могут селиться где угодно в империи, кроме Палестины. Герцель тщетно пытался изменить эту политику, обещая султану финансовые выгоды, но его разговоры о хартии под международной эгидой только усилили подозрения османов. Давление со стороны западных держав, настаивавших на праве своих граждан селиться в Палестине, привело к небольшому смягчению правил. Еврейским паломникам разрешалось посещать страну сначала на один месяц, а затем на три. Каждый местный правитель придерживался правила в соответствии со своим пониманием. В Яффо строго соблюдался полный запрет, тогда как в портах Хайфы и Бейрута евреям разрешалось высаживаться. Были наложены жесткие ограничения на покупку земли и строительства, но в эти постановления через день вносились поправки в результате давления со стороны консульств, оставляя место для сомнений в отношении намерений властей. Эта двусмысленность давала местным правителям некоторую гибкость, к тому же взяточничество было обычным делом. Евреи воспользовались лазейками в законах, неспособностью властей проводить жизнь свою собственную политику и ужасной слабостью как политической так и этической исполнительной власти. Тем не менее, жесткая враждебная политика Османской империи была одним из основных факторов, лежащих в основе огромных трудностей, с которыми столкнулись поселенцы. В первые годы Алии было основано семь Мошавов в трех основных районах. К югу-востоку от Яфа на горе Кармель и в Самарии область к югу от хребта Кармель, а не одноименная территория с арабским населением к востоку, а также в восточной части Верхней Галилеи Ришон Ле Цион, Есут Хамала, Гедера, Экрон и Петах Тиква были основаны иммигрантами из российской черты оседлости, а Рош Пина и Зихрон Яаков были созданы членами Хофефай Цион из Румынии, за исключением Экрона, основанного бароном де Ротшильдом и Гедеры, населенной белуйцами при поддержке Одесского комитета Хофефай Цион, все они были созданы по частной инициативе с частным капиталом. Иммигранты организовывались группы, как правило, по городам происхождения, чтобы покупать землю, чаще всего у арабских владельцев, эфенди, арабов и других земельных посредников. Эта земля была заброшенной, хотя ранее ее часть в какой-то степени обрабатывалась фермерами-арендаторами. Почва была песчаной. Ришон Лецион Несциона Реховот Гедера и Петахтиква Каменистой Зихрон Яаков и Рошпина Располагалась вблизи болот Есут Хамала и Гедера Либо отсутствовали источники воды или обильные осадки. Арабы предпочитали холмистые районы, свободные от малярии с обильными дождями и источниками, где выращивали в основном фруктовые деревья. Земля на прибрежной равнине считалась некачественной, пока еврейские поселенцы не обнаружили, что уровень грунтовых вод здесь не очень глубок. Они начали качать воду с помощью современного оборудования и приспосабливать свои посевы к песчаной почве. Однако все подробные расчеты, сделанные поселенцами до иммиграции, оказались крайне оптимистичными. Вскоре после начала первой волны иммиграции правительство Османской империи запретило евреям въезд в Палестину, в частности с целью покупки земли и создания поселений. Смекалка некоторых евреев сефардов, бывших османскими подданными, позволила зарегистрировать землю, якобы купленную на Ихиме, но до завершения процедуры регистрации в земельном кадастре нельзя было возвести никаких построек. В результате этого весь график, запланированный поселенцами, сорвался. Также необходимо было давать взятки, что увеличивало непредвиденные расходы поселенцев. В большинстве случаев покупка земли была сопряжена с конфликтами, либо с соседними арабскими деревнями, недовольными границами земли, купленной евреями, либо с продавцами, обманывавшими покупателей, или с фермерами-арендаторами, которых покупатели пытались выселить со своей земли. Если аргументы не касались земельных границ или прав собственности, поднимался вопрос о праве бедуинов пасти скот на жнивье, о праве перехода и использования близлежащего источника или местного колодца, разрешение этих столкновений требовало существенных выплат. Если стороны доходили до суда, дело затягивалось на годы. Между тем, покупатели не могли селиться или строиться на земле. Они и их семьи временно жили в ближайшем городе и были вынуждены копить свои сбережения. Наконец, хотя поселенцы и были слабо развитых регионов Европы, они по-прежнему стремились к определенному стандарту общественных удобств, который требовал наличия синагоги, школы и медицинского учреждения. Эти потребности влекли за собой дополнительные вложения, которые не были учтены заранее. Предполагалось, что ассоциации Хофефайцион станут содержать поселенцев в течение первого года, пока не будет собран первый урожай, но им так и не удалось собрать необходимое средство. Поскольку они переводили полученные деньги по крупицам, их никогда не было достаточно для укрепления поселений, а только для удовлетворения повседневных потребностей. К концу первого года своего существования Ришон Ле Цион, первый Мошаф, оказался в кризисе, когда выяснилось, что полевые культуры не дадут достаточного урожая, чтобы покрыть расходы и обеспечить проживание семей, как изначально предполагалось. Помимо подобных внешних проблем, этим европейским горожанам было трудно адаптироваться к деревенской жизни на Ближнем Востоке. У них не было опыта тяжелой утомительной работы, необходимой в сельском хозяйстве, жаркий климат был им чужд, комары и другие насекомые превращали их жизнь в страдания, а в некоторых маршавах распространялась малярия, из-за чего поселенцы оказались физически истощенными. Им на помощь пришел барон Эдмон де Ротшильд, когда в 1900 году, в конце этого периода, Ротшильд осудил руководство Ишуа, сказав «Я создал Ишуф, я один». Он не преувеличивал. Он не был ярым сионистом и считал, что любые действия, предпринимаемые евреями в Палестине, должны быть сдержанными, осторожными и должны избегать далеко идущих политических заявлений, чтобы не вызывать подозрений правительства или враждебности арабов. После смерти Ротшильда в 1934 году палестинская пресса процитировала интервью, в котором он высказался по вопросу о еврейском государстве в Палестине, что евреи должны вести себя в соответствии с правилом сформулированным французским государственным деятелем Леоном Гамбеттой после уступки Эзаса и Лотарингии Германии в результате поражения французов в приседании в 1870 году. «Никогда не говори об этом, всегда думай об этом». Это, безусловно, был мудрый совет, но он не принимал во внимание трудности, с которыми столкнулось национальное движение. Он должен был поддерживать энтузиазм своих верных сторонников и последователей, прося их скрыть свои чувства и оставаться верными, даже если их надежды на будущее не подкреплялись в настоящем. В течение нескольких лет четыре Мошава попали под покровительство Ротшильда. Ришон Ле Цион, Рош Пина, Зихрон Яаков и Экрон. И он также поддерживал в той или иной степени почти все остальные. Право собственности на землю принадлежало ему, Мошавы также управлялись его представителями. Однако его участие держалось в секрете. Последний запрет не соблюдался, и Ротшильд вошел в местный фольклор под прозвищем «известный покровитель». Барон вложил огромные суммы в обеспечение законного владения землей и получение разрешений на строительство. Его отношения с властями через своих эмиссаров и при помощи французского консула помогли обеспечить дальнейшее существование Мошавов и их защиту от нападений или произвола со стороны правительства. Чтобы увеличить владение фермеров в надежде на экономическую консолидацию, Ротшильд приобрел большие участки земли, прилегающие к Мошавам. Он также раздал землю жителям Мошавов, которые не владели ею, чтобы расширить Мошавы и повысить эффективность общинного хозяйства и безопасности. Он потребовал, чтобы рабочие, нанятые Мошавом под его эгидой, были евреями, что было еще одним способом увеличить еврейское население. Кроме того, он вложил огромные суммы в развитие водной инфраструктуры Мошавов путем относительно глубокого бурения артезианских скважин и установки современных насосов. Классический образ земледельца — это фигура фермера, вспахивающего и засеивающего свою землю, и действительно первые Мошавы были основаны на полевых культурах. Полевые культуры не требовали ни больших вложений, ни ирригации, но для обеспечения жизни фермера и его семьи выращиванием зерна требовалось около 75 акров на каждого поселенца, а у большинства фермеров были гораздо меньшие владения. Поселенцы мечтали не о жизни в достатке, а о достойной жизни за счет своих трудов, и, несмотря на свои вложения в инфраструктуру и общественные здания, а также поддержку нуждающихся поселенцев, Ротшильд понял, что выращивание зерновых не обеспечит достойного существования, начиная с 1885 года по совету специалистов по сельскому хозяйству, привезенных из Франции, барон начал преобразовывать контролируемые им машавы в плантационное хозяйство. Тысячи акров были засажены виноградными лозами. Машавы, которые он не контролировал, а также те, что были созданы в 1890 годах, наиболее известный из них Реховод и Гедера, последовали этому примеру и основывали свое земледелие на монокультуре. Ротшильд построил современные винодельни в Ришон-Ле-Ционе и Зихрон-Яакове, на которых осуществлялся отжим всего винограда, выращиваемого мошавами. Экономика промышленных плантаций была неизвестна в Палестине и, насколько можно судить, барон следовал примеру французских жителей юга Франции и Алжира в деле внедрения экономики виноградарства. Но переход от полевых культур к плантационному хозяйству в промышленных масштабах оказался непрост. Сорта винограда, предоставленные французскими экспертами, не подходили для местного климата и фермерам не раз приходилось выкорчевывать лозы и высаживать новые сорта. Виноградники зихрон Якова оказались поражены филоксерой и их пришлось уничтожить. Первоначально маршав управлялся выборными комитетами и сложилось демократическое управление, несмотря на внутренние разногласия, типичные для группы людей без четкого руководства, оказавшихся в чрезвычайно суровых условиях. Когда барон взял маршавы в свои руки, он распустил все институты самоуправления и заменил их своими собственными менеджерами в так называемом режиме чиновников. Этот акт продемонстрировал значительное высокомерие со стороны современного западного человека по отношению к восточноевропейским евреям, а также недоверие богатого человека к своим ставленникам. Ротшильд хотел заселить землю простыми, необразованными и неприхотливыми фермерами, во многом наподобие фермеров в Европе. Так, люди, которых он поселил в созданном им Экроне, были неграмотными и нуждались в одном образованном человеке, который мог бы писать за них письма их семьям в Литве. Барона не впечатлила образованная элита Ришон-Лециона или Реховота десятью годами позже, и он не желал поддерживать Гедеру, Машаву образованных белуйцев. По его представлению, еврейское поселение в Палестине должно было основываться на особом человеческом типе. Скромный фермер, довольный своей судьбой, смотрящий не дальше горизонта, чьим владением был весь мир. Тем не менее, для передовых методов и современного сельского хозяйства, внедренного Ротшильдом, требовался другой тип фермера, осведомленный об изменяющихся потребностях, разбирающийся в технологиях и открытый для инноваций. Результатом данного противоречия стало введение целой системы чиновников, экспертов и инструкторов, которые руководили всеми мельчайшими деталями жизни в Машавах. Среди этих официальных лиц были те, кто посвятил себя еврейскому поселению в Палестине, а другие не интересовались этим, обращались с жителями с высокомерием, вызвав тем самым беспорядки. Барон безоговорочно поддерживал своих чиновников и уволил некоторых фермеров с независимыми взглядами, богасив искру инициативы снизу. Его так называемый режим чиновников привел к моральному разложению и появлению класса подобострастных подхалимов, искавших благосклонности официальных лиц. Таким образом, инициатива и изобретательность фермера сменились зависимостью и уничижением. Винодельный Ротшильда отжимали весь виноград Машавов по фиксированным ценам, которые субсидировались значительно превышая реальную стоимость. В конце 1890 годов наблюдалось значительное перепроизводство вина, спрос на которое отсутствовал, и чиновники барона не могли его продать. Но внутри Машавов субсидия создавала ложное впечатление изобилия. Роскошь была в одежде, жилище и образовании. Дети из Машавов были отправлены учиться во Францию по рекомендации властей. Зихрон Яаков называли «маленьким Парижем». Французская культура — культура господствующего класса — была образцом для молодого поколения. Поговорка «за счет барона» отражала атмосферу экстравагантности и гедонизма. В 1887 году Одесский комитет Хофефай Цион, который рассматривал помощь барона как основу поселения, решительно упрекнул группу восставшую против чиновников в Ришон-Ле-Ционе и Ехиэль Михаэль Пайнс, покровитель белуйцев, назвал восставших фермеров нигилистами, а Хат-Хаам осудил их. Элеазер Бен и Ягуда, яростный борец заеврит и противник ультраортодоксов в Иерусалиме, провозгласил «Не с образованными людьми, привыкшими к свободе, которые не могут вынести ерма господ, не с их мыслями весь день о том, чтобы быть свободными людьми, будет построена Иудея» и предупредил «В Машавах они образованные разорение, разорение, разорение». Однако всего лишь десять лет спустя многие из тех же голосов разошлись с критикой руководства Машавов и его целей. Ахат-Хаам и его последователи осудили так называемый режим чиновников за разложение Машавов. Барон де Ротшильд вложил огромные средства. По оценке агронома Рана Ахаронсона за восемнадцать лет своего участия в Машавах он вложил одну целую шесть десятых миллиона фунтов стерлингов, что почти в двадцать раз превышает общий объем инвестиций к Офефайцион за тот же период. Однако Машавы не добились экономической независимости. Судя по всему Барон понял, что пришло время изменить систему и в конце 1899 года подписал соглашение с еврейским колонизационным обществом, по которому Машавы были переданы под контроль ЕКО. ЕКО, основанное Бароном Хиршем, способствовало развитию еврейских сельскохозяйственных поселений в Аргентине, а во второй половине 1890-х годов также начал действовать в Палестине. С подписанием соглашения Ротшильд перевел 15 миллионов франков в ЕКО для продолжения инвестирования в организацию поселений. Подход ЕКО был менее патерналистским и более капиталистическим и рациональным. Оно прекратило субсидирование винограда снизило прямые выплаты фермерам и значительно сократило количество чиновников и государственных служащих. Фермерам сказали, что они должны справляться самостоятельно и реструктурировать свое сельское хозяйство. Рабочие евреи, относительно высокая заработная плата которых соответствовала периоду процветания, были уволены и заменены низкооплачиваемыми арабскими рабочими. ЕКО без колебаний побудило безработных покинуть страну и даже предоставило им проезд. То же самое произошло с представителями второго поколения мошавов, у которых не было сбережений, старые виноградники были выкорчеваны. ЕКО поощряло переход к смешанному сельскому хозяйству полевых культур и плантаций и были предприняты первые попытки посадки цитрусовых деревьев. После кризиса длившегося несколько лет, проявившегося среди прочего активной поддержкой колонистами угандийского плана, старые мошавы начали стабилизироваться и укрепляться. В течение первого десятилетия двадцатого века мошавы, основанные до 1900 года, добились экономической независимости. Теперь Еко вернулась к модели Ишува, сформированного из бедных, необразованных, простых поселенцев, которые возделывали полевые культуры. Его основное поселение было в новом районе еврейского заселения Нижней Галилеи, где было основано пять мошавов, предназначенных для опытных, зарекомендовавших себя сельскохозяйственных рабочих, поскольку в Нижней Галилее мало осадков, план заключался в том, чтобы возделывать полевые культуры, не требующие много воды. Чтобы поселенцы могли зарабатывать себе на жизнь своим трудом, им были предоставлены относительно большие участки площадью около 75 акров. Почва была каменистой, и поселенцам пришлось расчищать поля, прежде чем приступить к обработке земли. Еко предоставило каждому поселенцу инвентарь, скот и оборудование, чтобы он сразу мог встать на ноги. Согласно контракту между Еко и поселенцами, последние будут считаться фермерами-арендаторами до тех пор, пока не выплатят инвестиции Еко в свою ферму. Пять мошавов были построены в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Это первый пример блочной планировки еврейских поселений. Удаленность от центра страны, изоляция поселенцев и необходимость довольствоваться малым, а также выращивание сельскохозяйственных культур, все это было своего рода магическим притяжением для молодых людей второй Алии, которые смотрели на Галилею как на сказочную страну и на ее фермеров как на настоящих земледельцев, в отличие от своих измученных собратьев сплантационных мошавов. Но жизнь поселенцев была чрезвычайно тяжелой из-за редких дождей, хронической нехватки воды и плохих урожаев. Набеги бедуинов из стран Суордании и воинственные арабские соседи, а также стихийное бедствие заставили поселенцев быть готовыми к борьбе за свою жизнь имущества. У них развелась ярко выраженная индивидуалистическая оппозиция, чем-то напоминающая Дикий Запад. В 1904 году в Палестине было 30 еврейских сельскохозяйственных поселений с населением от 5000 до 5500 жителей. На протяжении многих лет именно эти поселения определяли границы еврейского Ишува от Метулы на севере до Бер-Товии на юге. Блоки поселений, сформированные в этот начальный период, во многом определили будущее развитие Ишува. Позднее усилия были направлены на расширение этих блоков и их соединения. Генеральный план уже присутствовавший зачаточной форме в планах распределения ранних поселений. Вторая алия и зарождение характера пионеров. После кризиса, вызванного планом Уганды, сионистское движение погрузилось в глубокую депрессию, усугубившуюся после внезапной смерти Герцля в 1904 году. Движение сосредоточилось на повседневных проблемах, поскольку было ясно, что до тех пор, пока не будет изменений в международной ситуации, не будет никакой возможности осуществить мечту покойного лидера о получении хартии для Палестины. Старые мошавы начали выходить из кризиса, связанного с переходом под контроль ЕКО, но посткризисный менталитет сохранился, и многие представители второго поколения покинули мошавы. Именно в этой мрачной атмосфере в Палестину начала пребывать новая волна эмигрантов, группа которая войдет в историю как вторая алия. Как и предыдущие, этот приток от 35 тысяч до 40 тысяч эмигрантов можно рассматривать только как незначительную пену на большой волне еврейских эмигрантов, покидавших Восточную Европу в это время, большинство из которых уехали в Америку. В период с 1904 по 1914 годы около 1,2 миллиона из них достигли Соединенных Штатов. По словам писателя Йосефа Хаима Бреннера, семья, которая хотела избавиться от проблемы, отправила ее в Палестину. Он продолжал, «Только революции, подобные революциям 1905-1906 годов, которые всколыхнули и сотресли нашу кухонную посуду в черте оседлости, одним махом отправили десятки тысяч наших людей через моря, а также вынесли осколки в Эрец Исраэль. Большинство этих иммигрантов вернулись домой, хотя определенное количество осталось и поселилось в городах, в основном в Яффо, но меньшинство выбрало другой путь, и это наложило отпечаток на всю вторую алию. Тридцать лет между первой и второй алией изменили облик черты оседлости, откуда прибыло большинство иммигрантов. Ускоренная индустриализация и модернизация в России вынудили людей переехать из маленьких городков в уездные и крупные города черты оседлости. Одним из результатов этого процесса урбанизации стала большая радикализация молодого поколения. Растущая активность русских революционеров, в особенности социалистов, которые участвовали в атаках против правительственных деятелей, привлекла молодых евреев, которые думали, вот, русская молодежь восстает против правительственной тирании, и если они могут, то можем и мы. Бунт, еврейско-марксистская партия, которая стремилась продвигать интересы еврейских рабочих, была основана в 1897 году, в год проведения Первого сионистского конгресса. Бунт пробудил гордость еврейских рабочих, внедрив в них классовое и национальное самосознание и надежду на то, что, когда наступит демократическая революция, всякая религиозная и национальная дискриминация будет устранена. После Кишиневского погрома 1903 года еврейские группы самообороны начали организовываться при поддержке Бунта и сионистов. После волны погромов потрясшей черту оседлости после Первой Русской Революции 1905 года набирал силу процесс радикализации еврейской молодежи, что проявилось в избытке идеологий и направлений. Были те, кто верил в демократическую революцию, которая позволит евреям жить в России в качестве меньшинства, имеющего право сохранять свою исключительную культуру, выраженную в языке и литературе на идише, так называемые автономисты и бунтовцы. Других после угандийского плана и неудачных попыток заполучить Палестину привлек территориализм, то есть поиск территории для евреев за пределами Палестины. Были, конечно, и сионисты, но сионизм Хофефайцион или Герцля казался буржуазным, он не достиг своих целей и был несовместим с духом тех бурных времен, начали возникать радикальные сионистские кружки «Сэ-Ирай-Цион» «Молодежь Сиона» и «Пололай-Цион» «Рабочая Сиона». Вначале эти кружки были аморфными и менее способными выражать позитивные цели, чем выступать против так называемого режима чиновников Машавах, о котором они узнали из знаменитого эссе от Хаама «The Ищув and Its Custodians» «Ишув и его охранители», далеко идущих планов политического сионизма, не имевших реальной основы, против мелкобуржуазного характера сионистской деятельности, они хотели другого сионизма, который был бы значимым не только для еврейского коллектива, но и для каждого отдельного человека. Он должен был воплотить психологическую революцию в образе еврея, революцию ценностей норм и поведения. «Це и рай цион подчеркивали национальные и культурные факторы и стремились к нравственной и подлинной жизни в «Стране отцов» с двух заглавных букв, в то время как «Пололайцион» находились под влиянием социалистических идей на русской улице. Бэй-Борохов соединил марксизм, который тогда считался господствующей идеологией, и сионизм. Он объяснил, что евреи в своих странах не смогли стать частью пролетариата, классом будущего, потому что им не разрешалось работать в промышленности. Вместо этого они обнищали и превратились в люмпен-пролетариат. Следовательно, евреи были обречены на гибель в неминуемой великой битве между капитализмом и социализмом. Чтобы спастись, им нужна была собственная страна, где они могли бы вести классовую войну должным образом, и этой страной должна стать Палестина. В видении Борохова это развитие должно было происходить через объективные, стихийные процессы, не зависящие от воли человека. Он утверждал, что социалистические сионисты не должны были эмигрировать в Палестину по эмоциональным причинам, но их туда подтолкнули эти так называемые объективные процессы. Следовательно, нельзя использовать иммиграционную пропаганду и сотрудничество с сионистской буржуазии. Роль поэлай цион заключалась в содействии развитию капитализма в полуфеодальной Палестине, и только после того, как будет достигнут этот жизненно важный этап в его историческом развитии, там произойдет социалистическая революция. С сегодняшней точки зрения мировоззрение Палай Цион кажется не более чем неуклюжей попыткой облечь теорию желаемую реальность, но нужно иметь в виду, что бароховизм предоставил десяткам тысяч молодых евреев синтез, позволивший связать всемирную революцию, олицетворявшую развитие человеческого духа с их националистическими устремлениями. В 1906 году Иосиф Виткин, больной туберкулезом учитель еврита, горько разочарованный своим опытом преподавания в Мошаве, опубликовал «Appeal to the youth of Israel, whose heart is with their people and Zion», обращение к молодежи Израиля, чё сердце с их народом и Сионом, в котором призвал идеалистически настроенных молодых людей эмигрировать в Палестину. «Пробудись, о молодежь Израиля! Приди на помощь своему народу! Наш народ борется! Его земля скоро навсегда ускользнет из его рук! Спешите ей на помощь!» Он попытался подготовить своих читателей к ожидающим их испытаниям. «Готовьтесь бороться с природой, болезнями, голодом, людьми, друзьями и противниками, незнакомцами и братьями, ненавистниками Сиона и сионистов! Будьте готовы к ненависти и жестокости тех, кто будет рассматривать вас как опасного конкурента!» В конечном итоге многие из вас погибнут, возможно, борясь с болезнями и решениями, голодом и тяжелым трудом на те, кто останется и те, кто последует за ними, пополнят ряды и война, эта война за мир будет продолжаться до победы! В заключение он сказал, «Герои Израиля, спешите и двигайтесь вперед! Обновите дни белуйцев с еще большей энергии, иначе мы непременно и скоротечно погибнем!» Большинство этих юношей и девушек приехали в Палестину самостоятельно и долгие годы оставались холостыми. Они прибыли в далекую, неизвестную страну весьма молодыми, без родственников или друзей, без поддержки движения общества или ассоциации, которая могла бы помочь им, подавляющее большинство прибыло без денег и средств с единственной целью работать на земле Израиля с двух заглавных букв. Годы второй Алии были также годами подросткового кризиса прибывших. Они были странниками, какое-то время работали в цитрусовых рощах, пятах, тиквы, потом ветер перенес их в Гедеру, оттуда в Галилею и так далее. С одной стороны, это отсутствие постоянства выражало их желание познакомиться со страной, а с другой говорило об определенной неудовлетворенности, отсутствии зрелости и готовности к постоянному месту людям и образу жизни. Движимые духом русских революционеров, они стремились к полноценной жизни, их не останавливали страдания и невзгоды, которые они взвалили на себя. «Мы боялись благополучия», писала Рахель Блупштейн, которая стала известна как Рахель Поэтесса с заглавной буквы. «Мы стремились к жертвам», описал эту эмоцию как радость жертвоприношения Залман Шазар, третий президент Израиля. Пионеры второй Алии принесли из России модель политической партии как принятой организационной основы. Партия предполагала выборное руководство, платформу, включавшую основные аспекты идеологии группы, и газету, которая участвовала в битвах партии и представляла ее идеологию общественности. Первой такой партией основанной в Палестине был Хапо Эль Хацайир молодой рабочий в 1905 году. Она не придерживалась заранее определенной платформы, что было равносильно заявлению, что ее члены не занимаются политической теорией, а лишь укореняются в палестинских реалиях. На своем щите они написали «Завоевание труда», что означало привлечение еврейского рабочего к сельскохозяйственным работам на еврейской земле. С точки зрения культуры они рассматривали развитие еврейского культурного центра в Палестине и превращение еврита в повседневный язык как первоочередную национальную миссию. Для них романтизм сельскохозяйственного рабочего был связан с идеей, что ручной труд избавит еврея от извечных недугов. Это было бы источником силы духа и создало бы новые качества, которые привели бы к психологической революции. В 1906 году в Палестине была создана партия Пуалей Цион. Ее манифест платформа Рамла был сформулирован в духе Барохова двадцатилетним Давидом Бен-Гурионом, прибывшим в страну всего несколькими месяцами ранее. Пуалей Цион стремилась завладеть пролетариатом и поэтому привлекала рабочих к ручному труду в Машавах. Партия, похоже, не придавала этой работе духовного значения, которое ей приписывал Хапуэль Хац Саир, а скорее считала ее насущной необходимостью. На самом деле повседневные интересы обоих этих направлений сошлись воедино на сельскохозяйственной работе. После того, как Машавы перешли под контроль Еко, у них почти не осталось еврейских рабочих. Молодые люди, которые теперь начали пребывать Машавы, были породой совершенно отличавшейся от своих скромных и безрадостных предков. Они привнесли решительное чувство миссии, убежденность в том, что их роль заключается в обеспечении еврейского плацдарма в Палестине и в национальном характере Машавов. Они были вольнодумцами, мужчинами и женщинами, которые вместе ходили на работу и проводили свободное время, и они считали себя авангардом, указывающим путь тем, кто придет после них. Они придавали большое значение своему статусу рабочих, а идея контролировать работу других, то есть эксплуатировать их труд, была для них неприемлемой. Точно так же они отвергли прежний идеал рабочих стать землевладельцами. Они хотели оставаться простыми рабочими и считали свой труд выполнением своей национальной миссии. Извлекая урок из судьбы пионеров первой алии, утративших свои идеалы, когда они попали под покровительство барона, и недолюбливая ультраортодоксов, живших на благотворительность халуки, они отказались от какой бы то ни было поддержки. Их независимость должна быть сохранена только в том случае, если они откажутся связывать себя с какой-либо материальной собственностью и будут ревностно защищать свою свободу от посягательств. Знакомство этих радикальных, зашоренных идеологией молодых людей с действительностью машавов было болезненным. Пионеры первой алии стали спекулянтами и лавочниками, торгующими надеждами своего народа и продававшими чаяния своей юности за гроши. Они ввели идола изгнания в храм возрождения и создание Родины было запятнано идолопоклонством, писал Давид бен-Гурион. Идолопоклонство — один из трех исключительных еврейских грехов, о которых говорится «Пусть еврей предпочтет смерть и не совершит этого греха». Два других — это пролитие крови и кровосмешение. Используя эти метафоры, бен-Гурион отождествлял нечестивого и оскверняющего идола в храме с арабскими рабочими на полях Мошавов. Таким образом, он перевел проблему арабского труда с практического уровня получения евреями работы в Мошавах на мифический уровень нарушения табу. Столкновение между этими рабочими и фермерами первой Алии было столкновением цивилизаций. Между консервативным обществом и радикальным, между соблюдающим традиции обществом и обществом, гордящимся своим секуляризмом, между обществом, приверженным постоянству и стабильности и обществом, отвергающим буржуазные ценности и материальный успех. Фермеры презирали молодежь, как шмендриков, невежественных или никчемных людей, идиш, в то время как молодежь характеризовала фермеров как предателей нации, чье стремление к деньгам заставило их отказаться от сионистской идеи создания продуктивного еврейского сообщества в Палестине. В разразившейся войне поколений фермеры подчеркивали свои невзгоды за последние тридцать лет и утверждали, что важно поддерживать экономическую стабильность машавов как часть заселения Палестины, что в любом случае для поддержания жизни не хватит исключительно еврейских рабочих и, возможно, жизнь в мире со своими арабскими соседями требовала и того, чтобы нанимать их для сельскохозяйственных работ. Однако эти аспекты остались без внимания. Битва за сионистское общественное мнение, которое внимательно следило за полемикой в прессе в Палестине и за рубежом, была выиграна рабочими второй алии, которые с тех пор приобрели ауру спасителей нации, в то время как фермеры заклеймили себя как классовые эгоисты. Дискуссия о еврейском труде в Машавах превратилась в дискуссию о сути сионизма. В 1912 году, после своего третьего визита в Палестину, Ахад Хаам опубликовал свое эссе «Ол ин Ол» «Все во всем». Тогда как в своих предыдущих эссе «Истина из Эрец Исраэль» и Ишуф и его хранители, он резко распритиковал ситуацию в Машавах, теперь он представил их достижения, экономический рост и независимость. Он написал успешного фермера, встреченного им в Машавах, как почти идеальную фигуру своего рода библейского вооза, гордого, знающего хозяина, который наблюдает за своими рабочими и зарабатывает на жизнь сельским хозяйством, но не работает сам. Затем Ахад Хаам задал решающий вопрос. Основы жизни любой страны лежат в сельских массах. Сельские массы в Палестине не еврейские в настоящее время, и трудно представить, что в будущем они станут еврейскими. Он пришел к выводу, что по самой своей природе еврей не предназначен для возделывания земли. Еврей слишком умен, слишком культурен и не способен свести всю свою жизнь и желание к небольшому участку земли и быть довольным своей участью, зарабатывая на этом скромную плату в поте лица. Поэтому надежды герцля на Палестину как на безопасное убежище не имели под собой никаких оснований, поскольку евреи всегда были меньшинством среди значительного арабского большинства. Для Ахад Хаама эта ситуация была оправданием идеи так называемого духовного центра, которую он выдвигал с самого начала, но для приверженцев чистого сионизма она звучала похоронным звоном. Неудача завоевания труда в Машавах была не только личным поражением этих молодых людей, но и национальной трагедией сужения сионистских перспектив. Социальная структура, в которой землевладельцы были европейским меньшинством, рабочие коренными жителями, напоминает колониальные общества, в которых европейское меньшинство управляло местным большинством и эксплуатировало его труд. С самого начала еврейское общество в Палестине не соответствовало этой схеме. Новый еврейский создавался не для того, чтобы родина могла послать своих сыновей и дочерей поселиться в стране, которая управляла и эксплуатировать ресурсы колонии. Скорее, Палестина была уникальным случаем, когда в основном европейские поселенцы решили приехать в неразвитую экономическую, а отсталую страну и инвестировать в нее капитал и труд по националистическим идеологическим мотивам. Поселенцы не завоевывали землю, они покупали ее. Тем не менее, социально-экономическая структура, сложившаяся в Машавах, была аналогична структуре европейских колоний, и люди второй Алии полностью ее отвергли. После французской революции революционеры, особенно в царской России, приняли лозунг «Земля для тех, кто ее обрабатывает». Люди второй Алии считали, что сохранение статус-кво в Машавах означает продолжение эксплуатации чужого труда, а также чувствовали опасность, что однажды арабские рабочие восстанут против своих еврейских хозяев и завладеют землей. Социалистическая идеология заставила почувствовать потенциальную опасность, присущую социально-экономической структуре Машавов и ее моральные изъяны. Борьба за завоевание труда в Машавах провалилась. В некоторых случаях фермеры не хотели, чтобы наглые рабочие евреи бросали вызов работодателям. В других еврейских рабочих просто не хватало, чтобы завоевать труд. Хуже всего, что оказалось, даже когда еврейские рабочие имели постоянную работу и им удавалось упорно продолжать тяжелый утомительный труд, они не могли поддерживать жизнь культурных людей, читать иногда газету или книгу, а также у них совершенно не было возможности создать семью. Эта проблема обострилась по мере того, как прошло десятилетие второй алии, и юноши с девушками повзрослели. Эта последняя трудность привела к мысли, что, возможно, идеалистичный, относительно образованный рабочий, нуждающийся в культуре, не годится для завоевания труда. Возможно, это было бы лучше осуществить тем, кого в то время называли естественными работниками, людям, для которых физический труд был естественен и которым не нужно было, так сказать, завоевывать его в смысле необходимости добиваться победы над собой, чтобы делать такую работу. И оказалось, что такие естественные рабочие были. Во время первой алии, по собственной инициативе из Йемена в Палестину, прибыло несколько тысяч иммигрантов. В конце 1840-х годов британцы захватили Аден, открыв для яменских евреев возможность получать через еврейскую прессу, доходившую до города, информацию о событиях в других еврейских общинах, в 1880-х годах распространился слух, что богатые евреи собираются купить Палестину и поселить там евреев. Османские правители Йемена строго соблюдали все унизительные антиеврейские указы, характерные для этой мусульманской страны. Сочетание суровых условий в Йемене, любви к земле Израиля и надежды на улучшение своего положения побудило йеменских евреев предпринять путешествие в Палестину, как османским подданным им было разрешено въехать в Палестину, а открытие Суэцкого канала сократило поездку. Достигнув Палестины несколькими волнами, йеменцы поселились в Иерусалиме и Яфо и зарабатывали на жизнь, будучи ремесленниками, ювелирами, строителями и каменотесами, в этих сферах они конкурировали с арабами, у них была репутация трудолюбивых людей, довольствующихся малым. Итак, когда рабочие второй Алии были в отчаянии из-за провала так называемого завоевания труда, родилась идея о привлечении йеменских евреев, которые должны были интегрироваться в Машавах как так называемые естественные рабочие. Шмуэль Явлен-Эли, выдавая себя за равинского палестинского эмиссара, направленного в общины диаспоры с целью сбора благотворительных пожертвований, отправился в Йемен, чтобы увлечь евреев этой удаленной страны идеей эмиграции в Палестину, путешествие, которое стало частью мифологии второй Алии. Начиная с 1909 года, в Палестину снова прибыла волна йеменских эмигрантов, и около 1200 человек собирались работать в Машавах. Они столкнулись с немалыми трудностями. Будучи физически слабыми, не имея опыта в сельскохозяйственных работах, они, конечно, не могли соперничать с арабами, смертность от болезней была чрезвычайно высока. К 1914 году йеменцы составляли около пяти процентов еврейского населения Палестины, но так называемыми естественными рабочими они не стали. В более абстрактном смысле термин завоевания труда относился к усилиям рабочих второй алии по адаптации к физическому труду, и это усилие было их основополагающим опытом, как рассказывал Йосеф Хаим Бреннер. Кто может представить себе боль несчастного еврейского интеллектуала, который приезжает сюда в надежде жить другой, здоровой жизнью человека физического труда с запахом поля и через несколько дней понимает, что его мечта пуста, что у еврейского народа здесь нет надежды, и что, и это главное, он сам не пригоден для какой-либо формы труда. Литература и мемуары того периода, богатые описаниями трудностей физического труда под палящим солнцем, которые еврейский интеллектуал испытывал, конкурируя с гораздо более опытным арабским рабочим, считалось, что труд имел моральную ценность и обладал богатыми терапевтическими возможностями как для человека, так и для общества. Соответственно, рабочие считались элитой нации, они жертвовали собой ради национальных интересов и несли на своих плечах реализацию сионистской идеи во всей ее чистоте. Считалось также, что физический труд наделяет человека духовными качествами и мистической связью со страной. Благодаря ему евреи избавлялись от наследия изгнания, этим рабочие оправдывали свои страдания, когда ежедневно трудились в машавах. В отличие от европейских социалистов, которые не отождествляли свое мировоззрение и реальный образ жизни, русские революционеры настаивали на том, чтобы жить в соответствии со своими идеалами. Перенос этой идеи в Палестину означал, что было недостаточно верить преимущество работы в поле перед любой другой формой труда. Нужно жить в соответствии с этой верой. Недостаточно было верить, что нужно жить, не эксплуатируя других. Нужно реализовать эту веру на практике. Одна только незначительная элита была способна это сделать. Подавляющее большинство рабочих вскоре разочаровались в сельскохозяйственных работах, перебрались в города и занялись другими видами труда. Таким образом, немногие из писателей и лидеров, проповедовавших это учение, реализовали его в своей жизни. Даже в этом случае они опробовали себя в качестве сельскохозяйственных рабочих, что позволяло им присоединиться к национальной элите. Бен-Гурион, например, проработал на ферме в Седжере всего около года, но считал этот короткий период важным этапом формирования опыта. Дух пионеров, вдохновивший поколение молодых евреев, которые видели в нем сочетание жертв социальных и национальных революционеров, был основан на принципе, так сказать, реализации идеала в повседневной жизни. К 1909 году началась вторая волна второй Алии и вместе с ней новые творческие идеи положили конец застою, возникшему в результате провала так называемого завоевания труда в Мошавах. Педагоги Иосиф Виткин и Берл Кацнельсон, ставшие важными лидерами рабочего течения в сионизме, были одними из первых, кто предложил идеи альтернативных форм поселения, арабский рабочий опытный батрак, был готов работать за низкую заработную плату, потому что в его деревне уже были земля и семья, работа на еврейской ферме была формой подработки, поскольку еврейский рабочий не мог конкурировать с ним, еврейский рабочий должен был основать свою собственную ферму, однако опыт показал, что когда рабочие становились фермерами, они не могли выполнять свою работу самостоятельно и нанимали арабских рабочих, и в любом случае рабочим второй алии не хватало капитала, чтобы обосноваться в собственных земельных владениях, но они отказывались от финансовой помощи, поскольку это вело к порабощению и упадку. Как преодолеть эти два препятствия? Здесь практическое решение предшествовало идеологическому. Палестинское бюро, действовавшее в Палестине с 1908 года, возглавлял Артур Рупин, русский еврей, открытый для социальных экспериментов. начиная с 1909 года, бюро основало фермы на земле еврейского национального фонда ЕНФ ККЛ, которые управлялись агрономами и нанимали в основном, но не всегда, еврейских рабочих. Впервые сионистская организация предприняла практическую работу в Палестине. На всех этих фермах отношения между администрацией и рабочими были натянутыми. Одной из них была ферма Кинерет, где бастовали рабочие. Трудности говорили о том, что нужна новая форма организации. По другую сторону от Кинерета на реке Юордан находился еще один участок земли ЕНФ ККЛ под названием Ум-Джуни, который бюро сдало в аренду группе, состоявшей из шести мужчин и одной женщины, для работы в течение одного года под их собственную ответственность. Первый год закончился с прибылью. Так началась Дгания, так сказать, мать кибуцев. Этот эксперимент, предпринятый почти случайно, лег в основу новой модели расселения, национальные земли сдаются в аренду рабочим. Это считалось не благотворительностью, а национальным предприятием. У рабочих не было надсмотрщика, что уменьшало затраты на рабочую силу и устраняло трение. Позже Берл Кацнельсон добавил к этой структуре еще два элемента. Во-первых, была взаимная ответственность. Группа несла общую ответственность за труд, давая возможность новичкам, а также слабым и больным работникам интегрироваться в группу. Это также был способ вовлечь женщин в сельскохозяйственный труд. Во-вторых, группа была частью федерации или движения, в котором коллектив контролировал как отдельных членов, так и каждую группу. ЕНФ ККЛ был привержен еврейскому труду на своей земле, и каждый из этих элементов служил препятствием против соблазна нанять арабских рабочих. Была сделана ставка на самостоятельный труд, чтобы не нанимать дешевую рабочую силу других, в то время как взаимная ответственность обеспечивала власть группы над человеком, у которого могло возникнуть такое искушение. Власть федерации над группой дополнительно гарантировала, что работать будут только еврейские рабочие. Это было началом концепции конструктивного социализма. Накануне Третьей Алии в 1920 году Бреннер охарактеризовал мировоззрение оставшихся в стране членов Второй Алии. Сейчас это небольшой лагерь, который придерживается единого мнения, что спасение еврейского народа и земли Израиля с двух заглавных букв придет не через пророков или людей из большой политики, не через владельцев цитрусовых рощ и не через набожный пролетариат, а через группы новых рабочих, которые прибудут с громадными силами и устремятся к цели поселениям, будь то кибуцы или трудовые ошавы, кооперативные фермы, в надлежащей коллективно-национальной манере. Таким образом он сформулировал программу развития на предстоящие годы. Трудовые коммуны бросили вызов квазиколониальному режиму поселений Мошавов, представив альтернативу, которая, по утверждению рабочих, не только лучше соответствовала национальным интересам, но и была более этична. Цель заключалась в том, чтобы избавиться от социально-экономической окраски еврейско-арабских взаимоотношений и ограничить конфликт национально-политической сферой. Концепция независимых рабочих, поселившихся на национальной земле, была попыткой приспособить систему поселения к потенциальному поселенцу. Так называемый естественный рабочий был наименьшим из меньшинств среди евреев, подавляющее большинство обнищавших иммигрантов, достигших берегов Палестины, не собиралась селиться в деревне и заниматься физическим трудом. Они хотели обосноваться в городе и продолжать работать ремесленниками и заниматься торговлей, традиционными для евреев занятиями. Именно идеалисты выбрали сельское хозяйство, но они отказались мириться с конкуренцией с арабами, с унижением от работы под надзором и с нисходительностью фермеров. Самостоятельное поселение рабочих вскоре стало известно как так называемое трудовое поселение. Эта концепция отвергнув машавы, где евреи, как говорили на самом деле, не работают, максимально использовала сильные стороны идеалистов, сводя к минимуму их слабости. Это относительно хорошо образованные поселенцы хотели вложить в работу все свои силы и навыки и были открыты для технологических инноваций, желая учиться на сельскохозяйственном опыте как в Палестине, так и в других странах мира. Будучи инициативными, они стремились к постоянной модернизации. Их независимый любознательный характер делал их бесполезными в качестве подчиненных, но они превосходно работали независимо, управляя собственными фермами. Таким образом были объединены индивидуальные интересы основной части рабочих, у которых не было средств и интересы сионизма. Переход к рабочим поселениям означал отказ от так называемого завоевания труда в Мошавах. Для двух рабочих партий этот концептуальный сдвиг дался нелегко. Для лидеров Хапоэль Хатсаир отказ от Мошава был подобен бегству с поля битвы в борьбе за так называемое завоевание труда, в то время как для Пола-Лей Сион идея, что рабочие будут управлять фермой, противоречила идеологии создания пролетариата Бера Борохова. Но такова была жизнь эмигрантской страны, где идеологии, не прошедшие проверку местной реальностью, видоизменялись, а элиты, придерживавшиеся старых взглядов, отодвигались на второй план, в то время как возникали новые элиты, демонстрировавшие новую реальность. Накануне Первой мировой войны идея независимого поселения рабочих на национальной почве, поддержанная сионистской организацией, была принята широкими слоями рабочих второй алии, оставшимися в Палестине. Отныне рабочий мог претендовать на звание пионера, человека, который ежедневно воплощал в жизнь национальный идеал, принося себя в жертву на алтаре сионизма. В этот период рабочие составляли небольшое меньшинство и шува, лишенного как экономической, так и политической силы, но в зародуше они обладали притязаниями на гегемонию, самосознание этих людей, таланты их лидеров и писателей формулирование общественной повестки дня и внедрение ее бумы широких слоев за пределами своей собственной среды, превратили это утверждение из притязаний немногих в национальный этос, который мало кто осмеливался оспаривать. Это решение о создании трудовых поселений, которые составили бы территориальное пространство, защищенное от проникновения арабской рабочей силы, должно было определить характер еврейского ишуба в Палестине как образование существующего не среди арабского населения, а рядом с ним. Решение не было самоочевидным. Евреи поселились в арабских городах, которые стали смешанными еврейско-арабскими. Так было в четырех священных городах, а также в Яфо и Хайфе. Когда бывший член Билу Яков Черток и его семья эмигрировали в Палестину в 1906 году, он решил арендовать большую ферму в деревне Энкиния на холмах Эфраим, вместе удаленном от любого еврейского поселения. Они прожили там два года, а затем переехали в новый район Ахузат-Байт, построенный недалеко от Яфо, который впоследствии станет Тель-Авивом. Этот поступок не был сочтен необычным. Были евреи, которые пытались купить землю в арабских районах, и до беспорядков 1929 года евреи жили в Газе и Хевроне, но не в Самарии, арабском сердце Палестины. Точно так же еврейский Мошаф был центром притяжения для местных арабов, которые вновь заселили арабские деревни, заброшенные в XIX веке. Таким образом, вариант создания общей экономики и смешанного еврейско-арабского общества в Палестине не считался невозможным. Понятно, что тогда никто не думал об идее создания отдельной экономики, которая повлекла бы за собой, как мы видим по прошествии многих лет общество отдельное от арабского в качестве фундамента для независимого национального образования, она проистекала из идеи защищенного протекционистского пространства еврейского труда. Евреи и их соседи. Палестина при османском владычестве не представляла собой единую политическую единицу. Галилея и Самария были двумя санджаками округами под названиями Акко и Наблуз и входили в состав бейруцкого Вилаета провинции Иерусалинский санджак, включавший центральную часть Палестины, холмы Хеврона, южную прибрежную равнину и северный Негеф был важен из-за внимания международного сообщества к святым местам, поэтому находился под прямым управлением Стамбула. Несмотря на такое разделение, в Палестине возникли первые ростки арабского национального движения, возглавляемые образованными арабами-христианами. Арабы-мусульмане были в основном лояльны Османской империи и едва ли обладали независимым политическим сознанием. После младо-турецкой революции 1908 года, вселившей надежды на просвещенный режим, который позволил бы выражать националистические настроения в империи, в Палестине стали заметны некоторые проявления арабского национализма, такие, как издание газеты «Аль-Кармил» в Хайфе, проповедовавшей антиеврейские настроения. Но в этот период все еще трудно усмотреть какое-либо особое национальное сознание палестинских арабов. Однако арабы знали о попытках евреев поселиться в Палестине и были обеспокоены этим, воспринимая поселенцев как иностранное вторжение. В 1891 году арабские сановники из Иерусалима направили султану прошение, умоляя его остановить волну еврейских иммигрантов, прибывающих в Палестину. В ответ высокая порта османское правительство обнародовало запрет на въезд евреев в страну. Споры о том, что впоследствии стало называться так называемой арабской проблемой, были в основном внутриеврейскими, они являлись реакцией на проявление арабского национализма и вращались вокруг поведения евреев по отношению к арабам. В своем эссе «Труф фром Эрец Израэль» «Истина из Эрец Израэль» Ахад Хаам осудил еврейских землобладельцев за плохое обращение с арабскими рабочими. 1891 год Исхак Эпштейн в своей статье «A Hidden Question» «Скрытый вопрос» выступил против лишения собственности арабских филлахов-арендаторов на территории основанных еврейских поселений, даже когда им и плачивала щедрая компенсация. 1907 год Раби Биньямин и Гошуа Редлер Фельдман предложил поощрять и развивать арабское население наряду с евреями, что должно было стать одним из способов сближения двух народов 1911 год. Вслед за своим вождем и наставником Бороховом Бен-Гурион и Бен-Цви, ставшие впоследствии вторым президентом Израиля, считали, что арабские филлахи были потомками древних евреев, которые сначала обратились в христианство, а затем в ислам. Теперь с еврейским заселением они должны будут ассимилироваться среди евреев. Эти идеи вызвали оживленную дискуссию в сионистской прессе, но сомнительно, чтобы эта дискуссия имела какое-либо практическое значение. Еврейский Ишуф был еще слишком молодым и разрозненным, чтобы представлять реальную угрозу для арабов, но ему было нечего предложить им. Учитывая нехватку ресурсов у сионистского движения, такие идеи, как у раби Беньямина, были совершенно неосуществимыми. Однако в жизни в Ишуве присутствовала некоторая экзистенциальная тревога, и евреи внимательно следили за тем, что происходило среди арабов. Столкновения между евреями и арабами в этот период были в основном соседскими спорами по таким вопросам, как земля, вода и выпас скота. В последневной жизни евреи должны были принимать меры для защиты своей жизни и имущества, а в Машавах работали арабские охранники, которые зачастую действовали заодно с ворами. Тем не менее, принцип самообороны был неотъемлемой частью идеологии второй Алии. Первые члены Пуалей-Цион, эмигрировавшие в Палестину, принадлежали группе самообороны в Гомеле и принесли эту традицию с собой в рамках программы изменения образа еврея, провозглашая решимость защищать еврейские жизни и собственную честь. В 1907 году в Саджере члены Пуалей-Цион сформировали тайное общество Бар-Гиора. В 1908 году организация Хас-Хомер Стража сменила Бар-Гиора, взяв в качестве своего лозунга строку из стихотворения Якова Кахана «В крови и в огне Иудея пала, в крови и в огне она возродится». Хас-Хомер была неоднозначно колонисты еврейские фермеры считали, что ее члены склонны провоцировать арабов, напрасно усложняя отношения с ними. У членов рабочих партий также были сомнения по поводу организации. Принятие арабских символов и экипировки абаяя, куфия, патронташи, оружие, лошадь казалось отходом от еврейской культуры. Выбор профессии охранника рассматривался как отказ от тяжелого сельскохозяйственного труда в угоду романтизированному насилию. Вместо фигуры земледельца Хас-Хомер создала образ борца, который, казалось, противоречил философии рабочих. Важность Хас-Хомер в тот период состояла не только в ее реальных действиях, сколько в том факте, что она попыталась создать еврейские силы самообороны в Палестине. Точно так же, как белуйцы стояли у истока всех первопоселенцев, Хас-Хомер была родоначальником еврейских сил обороны. Формирование национальной культуры За 30 лет между Первой Алией и Первой мировой войной в Палестине появились зачатки не только современного еврейского населения, но и национальной культуры. Эта культура характеризовалась светской еврейской идентичностью, переходом на еврит в качестве разговорного языка и требованием независимости от культур диаспоры. Двумя великими культурными наставниками того периода были Ахат-Хаам и Миха Йосеф Бердичевский. Общество Бней Мосхе «Сыновья Моисея», основанное Ахат-Хаамом, имело влияние среди либеральной интеллигенции в Машавах, тогда как Бердичевский оказал влияние в основном на вторую алию. Контраст между ними создал два полюса современной еврейской идентичности, различия которых заключаются в восприятии еврейского прошлого, его символов и значения, а также в том, что составляет желаемый образ нового еврея. Версия Ахат-Хаама о еврейском прошлом была нравоучительной историей о людях, которые по самой своей природе презирали физическое превосходство и превозносили духовную и нравственную силу. По его мнению, еврейский опыт пропитан этим качеством, которое сформировало его историю. Бердичевский напротив рассматривал это якобы моральное качество, как следствие национальной слабости евреев, восходящей к разрушению храма. Для него эта черта была результатом потери жизнеспособности и естественности людей, живущих на своей земле, обладающих природной агрессивностью, спонтанностью, близостью к природе и стремлением к власти. Если Ахат-Хаам подчеркивал принцип «не воинством и не силою, но духом моим», говорит господь Сабаов, книга пророка Захарии, глава четвертая, стих шестой, который он изменил на дух, исключив остальную часть стиха, Бердичевский считал, что этот акцент подавляет естественный инстинкт нации не уклоняться от применения силы. Ахат-Хаам чтил раввина Йоханана бен Закая, который, согласно легенде, бежал из осажденного Иерусалима накануне разрушения и умолял римлян посидеть явное, где он основал центр иудаизма, отделенный от Иерусалима и который продолжал существовать после потери национального суверенитета. Бердичевский, в свою очередь, превозносил фанатиков, которые предпочли умереть на валах Иерусалима и не сдаваться. Явное и Бейтар, центр восстания Бар-Кохбы, стали символами двух соперничающих вариантов современной еврейской идентичности. Первый рассматривал духовность как сущность иудаизма, в то время как второй подчеркивал экзистенциальное бытие евреев. Ахат-Хам провозглашал такую еврейскую идентичность, которая не была обязана соблюдать ритуальные заповеди, но отождествляла себя с историческим иудаизмом. Его концепция была основана на предположении, что существует одна монолитная, целостная и подлинная еврейская природа. Бердичевский бросил вызов подобного восприятию во имя других еврейских качеств, которые поколениями подавлялись этой гегемонистской концепцией. Он взывал к образам силы и героизма времен первого и второго храмов, от Иисуса Навина, Самсона и Саула, до хасмонеев и воинов Масады, которые до тех пор традиционное еврейское историческое повествование упускали из виду. Моралистическая концепция Ахат-Хаама подходила интеллигенции Хофефай-Цион первого поколения поселенцев, но была несовместима с бунтарским духом второго поколения Алии, которая бросала вызов слабости евреев. Диалектическая концепция Бердичевского, которая превозносила спонтанную жизнеспособность и призывала к открытию для культуры большого мира, привлекла их больше, чем предложенная Хат-Хаамом образ «Вот Силоама текущих тихо!» Книга пророка Исаии, глава восьмая, стих шестой. Так как он пропагандировал отстранение евреев от иностранцев из-за страха ассимиляции, а Хат-Хаама высоко ценили как честного критика, но Бердичевский и Виталистическая школа мысли имели большее влияние. Поэма Кахана Хабироаним, стоящая вне закона, из которой был взят девиз Хасхомер, превозносит фанатиков изгнанных и осужденных еврейской традицией. Эти две версии светской и еврейской идентичности внесли свой вклад в культуру Ишува, а порой и переплетались друг с другом. Одним из самых важных изменений, произошедших в Палестине, была секуляризация. Этот процесс практически не затронул ультра-ортодоксальные общины Иерусалима, придерживавшиеся собственного образа жизни, но это было ясно видно в Машавах первой Алии. Первое поколение строго соблюдало заповеди и жизнь вращалась вокруг синагоги. Первым общественным зданием, которое было построено, оказалось Миква, ритуальная баня. Но второе и третье поколения быстро стали секуляризованными, что привело к культурному столкновению уже в 1890-х годах. Машавы не были закрыты для влияния окружающего мира, и что-то в атмосфере Палестины и светском образе жизни побуждало молодых людей отвернуться от религии. Хотя образование в Машавах было традиционным, оно включало светские национальные элементы, и учителя, которые в большинстве своем не соблюдали заповеди, также оказывали влияние. Споры между религиозными и светскими евреями в основном касались публичного поведения, такого как театральные представления или танцы, в которых участвовали как мужчины, так и женщины. В этих конфликтах победило молодое поколение. Они также переняли у своих арабских соседей формы досуга, в том числе скачки, праздники в арабском стиле, фантазии и бедуинскую одежду, аналогичной одежде принятой в Хасхомер, возникла так называемая местная культура с общением на еврите, с агрессивным поведением, с упором на физическое развитие и самоопределением диаметрально противоположным культуре евреев диаспоры. Те жители Мошавов, которые родились уже в Палестине, явно демонстрировали светскую идентичность. Более того, будучи коренными жителями, они чувствовали себя в праве быть лидерами и пользовались этим, чтобы провести различия между своей идентичностью и идентичностью иммигрантов из второй Алии. Секуляризация оказалась еще более выражена среди членов второй Алии. Они происходили из традиционных семей, но удаленность от дома, общество их сверстников, опыт совместной жизни молодых мужчин и женщин и отсутствие надзора со стороны взрослых, все это привело к быстрому отказу от религиозных обрядов. Агнон, Ша и Краткое, иронично описал этот процесс. Рабинович не имеет ничего общего со своим создателем и ничего против своего создателя. С того дня, как Рабинович покинул свой родной город, сомнительно, чтобы он помнил его. Человеку приходится иметь дело со многими проблемами, и у него нет времени вспомнить все. Тем не менее, большинство вольнодумцев сохраняли свою связь с еврейскими праздниками и обрядами перехода, бракосочетанием, обрезанием, бар-митсвой и так далее. Остаточное стремление к традиционным рамкам жизни, утраченное с переездом в Палестину, хорошо описано Гордоном. А. Д. Любой, кто не видел воодушевления молодых людей в святые дни, не поймет этого и не поверит. Видно что-то очень странное. Наши будни намного красивее, чем у наших собратьев в диаспоре, а суббота и праздники намного красивее в диаспоре. Мы пытались создавать новые праздники, но создать национальные праздники в соответствии с логикой и изобретением, разве это не похоже на изготовление стихов на заказ? Слова Гордона раскрывают сложность создания новой традиции, без магии ритуалов многих и многих поколений стоящих зданий. Исследователи обычно описывают формирование национальной культуры как спланированное строительство чего-то заранее спроектированного. Фактически было множество дополнительных чертежей. Надо говорить не о рассчитанных действиях, а о копировании шаблонов, с которыми сионисты были знакомы по национальным движениям в Европе и адаптации их к особым потребностям и характеру евреев. Создание национальной культуры фактически началось с диаспори во время еврейского просвещения, с литературы, которая открыла еврейскому читателю мир, эмоции и воображение. Обширная деятельность по переводу с русского, немецкого, английского и других языков позволила создать корпус мировой литературы на еврите, который в последней четверти девятнадцатого века утолил жажду более широкой культуры среди первого поколения просвещения, жившего в черте оседлости. Туда вошли не только лучшие произведения мировой литературы, но и исторические романы, пьесы, популярные песенники, детская литература и так далее. Периодические издания на еврите также преуспевали, предлагая популярные материалы для чтения как для молодежи, так и для стариков. Это был исходный материал, на котором юные читатели формировали свое мировоззрение. Между страницами геморы ешиботники прятали книги и периодические издания, пробуждающие в них тоску по царству национальной гордости, героизмой добровольного самопожертвования. Эти книги, стихи и песни сформировали сионистский нарратив и общий опыт создал воображаемое сообщество, которое использовало одни и те же тексты, одни и те же образы, пело одни и те же песни и было движимо одними и теми уже ритуалами. Превращение еврита из языка молитв и священных текстов в язык еврейской культуры, а не только в язык улицы и дома, стало одним из величайших достижений сионистского движения. Общий язык считался краеугольным камнем национализма, доказательством существования нации. Необычный характер этого достижения наиболее очевиден при сравнении с попытками других народов, например, ирландцев, которые имели лишь ограниченный успех в возрождении древнего языка. Успех сионистского движения был особенно поразительным, поскольку он происходил в процессе миграции, расселения и формирования национальной идентичности. Необходимость общения между еврейскими общинами востока и запада сделала иврит естественным выбором. Как мы видели, первые эмигранты первой алии говорили на иврите с семьей Челуш в Яфо. Это был один из самых убедительных аргументов в пользу иврита и против идиша как национального языка, хотя миллионы евреев говорили на идише. В период второй алии, когда происходили эти дебаты, все еще было неясно, одолеет ли еврит не только идиш, но и иностранные языки, проникшие на еврейскую культурную арену. Учителя евритов в Палестине приняли сефардское произношение, потому что считали его наиболее близким к древнееврейскому, но этот выбор, вероятно, также выражал скрытую тенденцию различать традиционный ашкенастский еврит и новый палестинский еврит, выходцем из восточной Европы, было нелегко овладеть сефардским произношением, до своей эмиграции Бреннер и краткая Ха, впоследствии один из самых выдающихся писателей на еврите, очень его боялся. Берл Хацнальсон молчал в течение десяти дней после прибытия в Палестину, пока не освоился с языком. Палестинский еврит легче усваивался мужчинами, которые были знакомы с религиозными текстами с юности, тогда как женщинам приходилось выучивать его с нуля. В тот же период еврит стал языком литературы и культуры. Героями триумфа еврита были учителя. Свободных преподавательских должностей было немного, поэтому лучшие умы Палестины искали эту работу в Машавах или городах. Что касается развития национальных образовательных и культурных практик в Палестине, учителя были ведущей элитной группой. Интеллигенция изо всех сил пыталась заработать себе на жизнь, даже когда ее члены формулировали разговорный еврит и язык преподавания, возрождали терминологию, необходимую в их работе, писали учебники и учили стихи и песни, которые распространяли среди своих учеников. Учителя также сформировали сионистский календарь и связанные с ним церемонии. Тубишват — праздник посадки деревьев, двадцатое Таммуза — день герцля и праздник Хануки, который превратился из празднования чудо с маслом в празднование героизма Маковеев, подчеркивалось скорее сельскохозяйственное значение трех праздников паломничества — Песах, Шавуот и Суккот, нежели их религиозное значение. Именно учителя организовывали экскурсии к историческим местам, таким как могилы Маковеев и Бейтар, уделяя первоочередное внимание местам, связанным с героизмом и славой прошлого, так они и прививали знания и любовь к своей стране. Для них религиозные памятники такие как могилы патриархов в Хевроне или могила праматери Рахили были нежелательными. Основание в 1903 году Ассоциации Учителей первого подобного национального органа отразило глубокое самосознание учителей и их веру в то, что они взяли на себя ответственность за предприятие с большим историческим значением. В этом молодом обществе Библия была основополагающим текстом. Ицхак Табенкин, лидер рабочего течения, писал, Библия была своего рода свидетельством о рождении, которое помогло разрушить барьер между человеком и страной и взрастило, так сказать, чувство родины. Это проявлялось в тесном прочном контакте с книгой с заглавной буквы, и в то же время в чем-то столь необычном для рабочих Библии находили почти в каждой рабочей комнате. Библия символизировала связь с национальным прошлым. Это был путеводитель по фауне и флоре страны, а также к местам древних поселений, которые на протяжении поколений были покрыты пылью. А теперь вновь обнаружены поражающие воображения места, такие, как гора Гильбоа, броды реки Юардан и долина Айалон. Это сохранило историческую память, то, что Ахат Хаам называл книжной памятью, а также конкретизировало землю Израиля с двух заглавных букв, образуя прямую связь между прошлым и настоящим. Это было источником национальной гордости, доказательством еврейского творчества на земле Родины. Но Библия была текстом полным универсального стремления к справедливости между народами, социальному равенству и миру во всем мире. В ней можно найти доказательства доктрин Ахат Хаама и Бердичевского. В конце первого десятилетия двадцатого века разгорелись споры о том, как преподавать Библию в еврейской гимназии в Яфо, которая вскоре стала гимназией Герцлия в новом городе Тель-Авив, отражавшие различные отношения к значению Библии в националистическом контексте. Учитель Бен Цион Массинсон преподавал Библию в духе библейской критики Юлиуса Вельгаузена, рассматривавшего Библию как литературу, написанную людьми, которую можно критиковать и исправлять. Залман Эпштейн, умеренный рейгиозный сионист, и даже Ахат Хаам рассматривали эту концепцию как оскорбление наиболее фундаментальных исторических ценностей страны. Молодое поколение, однако, охотно поддерживало светское отношение к Библии, пыталось понять ее в современном буквальном духе через филологию и археологию, без слоев традиций, окружавшей ее на протяжении поколений. Посредством Библии Массинсон он стремился привить своим ученикам любовь к земле Израиля с двух заглавных букв и неприятие жизни диаспоры. Таким образом, он создал психологический разрыв между здесь и там, при этом присвоив Библии понятие здесь. Этому противоречивому подходу противостояли многочисленные учителя, но он был близок по духу, так сказать, родным инстинктам, которые развивали сами студенты. К 1910 году в Палестине было несколько ведущих газет «Хацви» «Газель» и «Хахаехкафа» «Перспектива». Она регулярно меняла свое название, чтобы избежать турецкой цензуры или «Эзера» Бен и Ягуды. Они выражали франкофильские взгляды семьи Бен и Ягуды. Другими были Хаэрут «Свобода», Иерусалимская сифатская газета «Напуэль Хацаир» «Орган этой партии», «Хаадут» «Единство», газета «Поалай Цион» После недолгой попытки опубликовать журнал на Идише, партия приняла принцип, согласно которому иврит был доминирующим языком в Палестине. Существовали десятки образовательных учреждений, связанных с национальной школьной системой, от детских садов до средних школ, семинаров для учителей, школы искусств Бецалель, консерватории и так далее. Несмотря на то, что большинство студентов обучались в традиционных хедерах или образовательных программах благотворительных организаций, таких как Французский Всемирный Еврейский Союз и немецкое общество Эзра, культурный климат страны был сформирован национальной системой образования. Буржуазная интеллигенция в Яффо после 1909 года Тель-Авив или Иерусалиме нашла общий язык с трудящимися второй Алии, вместе они провели кампанию по внедрению еврейской культуры в еврейский мир Палестины и их союз сформировал эту культуру. В то время доля писателей и других деятелей культуры была довольно высока среди евреев в стране. Кто-то из этой интеллигенции прожил здесь недолго, кто-то много лет. Среди них были Бенцион С, Бреннер и краткое Х, Гордон А.D., Давид Шиманович, Агнон Ша и краткое, Аарон Харавени, Рабинович А.З. и Моше Смелянский. Они стремились распространить интеллектуальную еврейскую культуру, в основном в форме литературы, но столкнулись с двумя трудностями. Во-первых, большинство ишувов в недостаточной степени знали еврит, чтобы получать удовольствие от чтения этой литературы, а во-вторых, предпочитали популярную культуру и наидише. Каждый раз, когда в Яффо ставили пьесу наидише, она собирала огромную аудиторию обычных людей, которые жаждали развлечений на своем родном языке, развлечений, которых, к сожалению, не хватало на академических лекциях на иврите, читавшихся в клубах политических партий или в гимназии Герцлии, в центре ревностного распространения иврита. Людей также привлекали цирк, шествия, гимнастические представления или кино, появившееся в это время. Для интеллигенции это были унизительные проявления дешевой культуры, недостойные проекта национального возрождения, но они были более востребованы, чем высокие произведения на иврите, изобилующие националистическими посланиями. Конкуренция между идишем и ивритом привела к столкновению между фанатиками иврита и носителями идиша. В своих домах иммигранты по-прежнему говорили на своем родном языке. Простые люди говорили на идише, более образованное на русском или немецком, а выпускники союза на французском. То были молодые люди, получившие образование в Палестине, для которых иврит служил разговорным языком. Несмотря на конфликты, сформировалось ивритоговорящее сообщество, которое в течение нескольких лет продемонстрировало свою силу против внешнего культурного давления, первое событие, доказавшее существование культуры на иврите, вошло в историю как так называемое «дело Бреннера». Бреннер, заслуживший высокую репутацию в писательском сообществе и среди работников второй Алии, опубликовал в Напоэль Хадзаир статью под названием «Аль-Хицайон Хасмад» о феномене «Обращение», где утверждал, что «обращение в христианство не стоит большого обсуждения, поскольку те, кто обратился, в любом случае потеряны для еврейского народа, у которого есть гораздо более важные проблемы». Он приправил свои замечания провокационной критикой высокого статуса Библии, национальной и раввинистической учебной программе, даже добавив, что он не полностью отвергает Иисуса из Назарета как историческую личность. Статья вызвала большой резонанс в диаспоре, и Ахад Хаам призвал Одесский комитет прекратить финансирование Напоэль Хадзаир. Когда комитет проинформировал газету о своем решении возобновить финансирование только после смены редакционной коллегии, в Палестине начался всеобщий протест среди писателей и интеллигентской общественности, было немыслимо, чтобы толстосумы Одессы контролировали общественное мнение в Палестине, буржуазия и социалисты, образованные люди из Машавов и городская интеллигенция, объединили свои силы в этом протесте, который засвидетельствовал существование в Палестине отдельной образованной общины. Она настаивала на своей независимости и отвергала идею, что богатые люди, проживающие в Одессе, могут навязывать свое мнение. Второе событие, продемонстрировавшее силу этой интеллигенции, стало известно, как так называемая языковая война. В 1913 году Совет Управляющих Общества Эзра в Германии решил, что преподавание в некоторых классах техниона, который будет построен в Хайфе и в высшей школе, ставшей впоследствии высшей школой Реали, будет вестись на немецком. Против Эзра был организован общественный протест с требованием, чтобы языком обучения стал иврит. Протесты начались снизу среди студентов и учителей, организовавших забастовку. Ассоциация учителей и сионистская организация поддержали это действие в какой-то степени неуверенно, поскольку безуспешно пытались найти компромисс. Спор быстро превратился в общенациональную проблему. Бастующие учителя и ученики бойкотировали Эзра и открывали альтернативные школы, которые сионистская организация была вынуждена финансировать. До этого она избегала участия в образовании, что стало предметом раздора между ее религиозными и светскими членами. Участие рабочих партий, всех газет, учителей, студентов поставило общество Эзра в трудное положение. В то время, как борьба между идишем и ивритом была борьбой двух национальных языков, протест против Эзра был направлен против немецкого языкового колониализма. Борьба против иностранного языка объединила весь новый шув, поскольку велась прежде всего против внешнего авторитета, диктующего культурную политику в Палестине. Достигнув компромисс с сионистами в отношении Технеона в 1914 году Эзра до некоторой степени оправилась, но потеряла свою инициативу в области образования, и когда Британия оккупировала Палестину, все учреждения Эзра в стране были закрыты. Накануне Первой мировой войны Ишув насчитывал около 85 тысяч человек, что составляло примерно 12% от общей численности населения страны в 700 тысяч человек. Произошло увеличение с 5% от общей численности населения 450 тысяч в 1880 году. Более половины евреев жили в Иерусалиме и от 10 тысяч до 15 тысяч жили в Яффо, включая Тель-Авив, построенный как прилегающий пригород, общая численность населения которого увеличилась примерно до 45 тысяч человек. Накануне войны население сельскохозяйственных поселений составляло от 12 тысяч до 12 тысяч 500 человек. После 30 лет сионистского освоения в Палестине было основано 45 сельскохозяйственных поселений, но помимо реального существования мошавов, поместий, ферм и рабочих мошавов, которые оставили свой след в ландшафте страны, эти поселения представляли собой подтверждение того, что евреи могут быть поселенцами и строителями страны. Несмотря на все трудности и недостатки, Ишув был динамичным и продуктивным. У него сформировалась впечатляющая система образования и интеллектуальная активность, выходившая далеко за рамки потребностей местного населения, выражающая видение интеллектуалов о том, что в этом месте зарождается новое еврейское государственное образование, внутреннюю борьбу в Ишуве демонстрировало динамичное разнополярное общественное мнение. Духовное искание сопровождались социальными инновациями, концепция трудового поселения и эксперименты с частными и кооперативными поселениями превратили Палестину второй алии в своего рода один большой социально-экономический эксперимент. Все было сделано в небольшом зачаточном масштабе. Фермы для обучения женщин-работниц животноводству и огородничеству кибуц мирхавия группы овощеводов питомники растений рабочие группы по найму по контракту коммуна саджера и квуца в ум джуни позже ставшая дганьей. Это была атмосфера сельскохозяйственных и человеческих экспериментов познания природы и познания человеческой натуры. Людям из этих ключевых групп, которым удалось пережить период войны, было уготовано стоять у истоков Ишува в эпоху британского мандата. Часть вторая 1918-1948 годы Государство в эпоху становления Глава третья Палестина под британским правлением 11 декабря 1917 как раз накануне Хануки генерал сэр Эдмунд Алленби вступил в Иерусалим, тем самым открыв новый период в истории Палестины, сионизма и еврейского народа. Как и подобает скромному паломнику, Алленби спешился со своей лошади у старой городской стены и вошел в город пешком. В город, не видевший христианского завоевателя со времен Готфрида Бульонского в 1099 году. Таким образом, четыре столетия османского правления подошли к концу. Военные годы оставили за собой разоренную страну, еврейскую общину, которая едва сводила концы с концами, из 85 тысяч евреев, живших там в 1914 году, под властью нового завоевателя осталось только 56 тысяч. Арабское население также сильно поредело, около ста тысяч человек бежали, погибли или умерли от болезней и голода. Когда началась война, османы воспользовались возможностью денонсировать систему капитуляций. В одночасье иностранные подданные страны оказались во власти произвола османской бюрократии. Люди потеряли веру в турецкую валюту, стали запасаться продуктами. Власти объявили мораторий на снятие денег в банках, осаждаемых толпами людей. Ситуация еще больше ухудшилась в октябре 1914 года, когда Турция вступила в войну на стороне Германии. Десятки тысяч русских евреев, проживавших в Палестине, стали вражескими подданными и были вынуждены либо покинуть страну, либо принять османское гражданство, которое влекло за собой призыв в армию либо выплату высокой компенсации, многие предпочли уехать. У правительства появилась возможность решительно подавить сионистское движение. Джемаль Паша, командующий армией Османской империи в Сирии и Палестине, запретил любые формы еврейской автономии, использование банкнот англо-палестинской компании, замены исчезнувших с рынка, было запрещено. Все уличные указатели на еврите в Тель-Авиве были сняты. Мошавы и Тель-Авив постоянно находились под угрозой обыска на предмет наличия оружия, а еврейская охрана была запрещена. Защита Ишува была предоставлена союзнику Турции и Германии и Соединенным Штатам, которые до 1917 года оставались нейтральными. Если бы не немцы и американцы, Джемаль-Паше удалось бы разрушить Ишув. Война в Средиземном море отрезала Ишув от Европы и сильно ударила по нему с экономической точки зрения. Производители цитрусовых не могли экспортировать свои фрукты, а виноделы вино. Еврейские благотворительные организации, поддерживавшие старые Ишув, не могли переводить средства нуждающимся. Ишуву грозил голод, и его спасли только усилия американского посла в Стамбуле Генри Моргентау, который обратился к властям. В результате американским военным кораблям было разрешено доставлять в Ишув деньги и предметы первой необходимости. Помощь, оказанная Ишуву американскими евреями в годы войны, составила миллион долларов и спасла его от уничтожения. Не менее важным, чем экономическая помощь, было послание, переданное как туркам, так и арабам, судами этой нейтральной державы. У евреев есть могущественные союзники, и с ними нельзя обращаться плохо. В коллективной памяти Ишува запечатлены три драматических события. Жестокая депортация иностранных подданных 17 января 1914 изгнания из Тель-Авива и Яффо в апреле 1917 года и так называемое Дело Нили в сентябре-октябре 1917 года. Депортация иностранных подданных из Палестины была осуществлена без предварительного предупреждения. Всем иностранным подданным было внезапно объявлено, что они должны немедленно подняться на борт итальянского корабля, стоящего на якоре в порту Яффо, который собирался отплыть в Александрию. Далее разверзся ад. Полиция жестоко обращалась с депортированными. Родители были разлучены со своими детьми, а грузы и багаж загружались без присмотра со стороны владельцев. Некоторые ужасающие сцены заставили немецкого консула подать горькую жалобу своему коллеге в Стамбуле. Джемаль-Паше был объявлен выговор, ответственного за депортацию сняли с должности. Массовые депортации приостановили, заменили выборочными. С явным намерением изгнать все остатки руководства Ишуба турки приказали партийным лидерам, главам местных комитетов, учителям, общественным деятелям и всем лидерам сионистских институтов покинуть страну. Накануне британского завоевания Палестины элита из национальных лидеров, сформировавшаяся во время Второй Алии, отсутствовала в стране. Вторым событием стало изгнание из Яффо. После неудачной попытки Алленби захватить Газу в марте 1917 года, жители южной части страны получили приказ турецких властей покинуть свои дома и отправиться в изгнание. Жители Газы были вынуждены переехать на север в тяжелых условиях без помощи властей. В канун Пасхи из-за опасения турок перед продвижением Алленби на север также и жителям Яффо было приказано уехать. В то время в городе проживало около десяти тысяч евреев, в том числе около двух тысяч жителей красивого нового северного района Тель-Авива. Повозки из Машавов и Галилеи были единственным средством передвижения, доступным для изгнанников, и они выезжали из Тель-Авива, нагруженные постельным бельем и кухонной утварью, на которых сидели семьи, сумевшие собраться перед отъездом. Их было меньшинство, большинство передвигалось пешком. Тель-Авив стал городом-призраком, и лишь нескольким молодым людям разрешили остаться и охранять дома от грабителей. Беженцы сначала прибыли в Петах Тикву, затем рассредоточились по всем маршалам Самарии и Галилеи. Тем временем среди турецких войск распространилась эпидемия Тифа, затем перекинувшаяся на гражданское население. Беженцы, которым часто приходилось искать убежище в лачугах или лесах, прилегающих к маршалам, были особенно подвержены болезням и, из-за отсутствия должных санитарных условий лекарств, каждый десятый погиб от Тифа. Третьим событием стало так называемое дело Нили. Самой заметной группой среди молодежи маршалов были так называемые гидеониты, организованные в маршалах Самарии Александром Ааронсоном из Зихрон Яакова. Его брат Аарон был агрономом, получившим мировую известность после открытия дикого Эммера, матери, так сказать, всей пшеницы. Он руководил сельскохозяйственной экспериментальной станцией в Атлите и произвел впечатление на Джамаль-Пашу, который поручил ему уничтожить посевы во время нашествия саранчи в 1915 году. Таким образом, Аарон Ааронсон был знаком с Джамаль-Пашой и его тираническими методами. Потрясенный геноцидом армян после их изгнания из Малой Азии, он видел в англичанах спасителей и шува, чтобы помочь им завоевать Палестину и в надежде заручиться их помощью для сионизма, он организовал шпионскую сеть Нили. Аббревиатура на иврите «Сильный Израиля не солжет». Первая книга царств, глава пятнадцатая, стих двадцать девятый, членами которой были его семья, гидеониты и другие молодые люди из Машавов. Ааронсон отправился в Египет, где вступил в контакт с британскими властями, а затем начал информировать их о моральном духе, передвижениях турецких войск, укреплениях и планах. Осенью 1917 года сеть была раскрыта турками. Двое из ее лидеров были схвачены и казнены, а сестра Ааронсона Сара подверглась таким жестоким пыткам, что покончила с собой. В качестве коллективного наказания в Машавах был введен комендантский час, ни в чем не повинные люди были арестованы и подверглись порке, а некоторых даже отправили в Дамаск и содержали там под стражей. Деятельность сети вызвала споры внутри Ишува, руководство которого требовало полной лояльности туркам, настаивая на том, что никто не дает им оснований для уничтожения Ишува. Судьба армян зажгла предупредительный свет. Более того, идея отдельной небольшой группы, решающей предпринять независимые действия, которые могут поставить под угрозу все население, была проклятием для руководства, которое рассматривало эту группу как меньшинство, выкручивающие руки большинству. Другое возражение демонстрировало взгляды того времени. Шпионаж не считался занятием для джентльменов, а всего лишь обманом и жульничеством. Тем не менее, именно члены Нили поведали историю изгнания из Яффо и Тель-Авива внешнему миру, а в 1917 году с помощью британцев они привезли золотые монеты в Палестину, когда все другие способы ввоза денег в страну были заблокированы. Хотя руководство их резко критиковало, оно было не прочь принять эти средства, жизненно важные для продолжения функционирования Ишува и предотвращения реальной голодной смерти. Важность Нили заключалась в организации сети для взаимодействия в Ишуве и в вопросе признания власти большинства. Евреи приветствовали британских завоевателей как освободителей или по терминологии того времени так называемых избавителей. Девочек, рожденных в этом году называли геула избавления, а мальчиков и галь от того же ивритского корня, что знаменовало начало новой жизни, эпохи больших ожиданий, энтузиазм по отношению к британцам был вызван прежде всего осознанием того, что пока турки находятся у власти для сионизма, нет надежды. Британия была европейской страной с современным бюрократическим аппаратом, после тиранического коррумпированного правления османов ожидались изменения. По всей Палестине распространились новости о декларации Бальфура и надежды на создание еврейского национального очага в Палестине достигли новых высот. Декларация Бальфура Макс Нордау, наиболее значимый из соратников Герцля в сионистском проекте, заметил накануне вступления Турции в войну осенью 1914 года, что сионистское движение не имело реальных достижений и не брало на себя никаких обязательств и что его единственной надеждой было падение Османской империи. В годы войны сионистская организация имела штаб-квартиру в нейтральном Копенгагене и старательно избегала принимать чью-либо сторону в конфликте. Причина такой политики заключалась в том, что сионистское движение было всемирной организацией и любое отождествление с одной стороной могло нанести вред сионистам с другой. В отношении своей личной лояльности евреи были неоднозначны. Они считали Францию и Великобританию странами с наиболее либеральным отношением к ним и вполне естественно, что евреи хотели встать на сторону этих стран. Но царская Россия была союзником Франции и Британии. Таким образом, поддержка евреями держав Антанты была лишь частичной. Впрочем, победа центральных держав во главе с Германией, в блок с которой вступила и османская Турция, означало продолжение турецкого правления в Палестине без шансов на успех сионизма. Однако с начала войны некоторые сионисты действовали по собственной инициативе вопреки принципам своей организации, чтобы связать сионистское движение с Великобританией. Среди них наиболее заметными были Владимир, Зеев, Жаботинский российский сионистский журналист, писатель и политик и Хаим Вейтсман химик и исследователь из Манчестерского университета и лидер демократической фракции противостоящей Герцлю. Жаботинский попытался организовать движение среди русских евреев, ранее эмигрировавших в Англию, чтобы они записывались в британскую армию. Он надеялся, что эти специальные подразделения, известные как так называемый еврейский легион, пробудят в британцах интерес к сионизму и, возможно, поощрят определенную приверженность к нему. Вейтсман работал над созданием просионистского лобби в британском правительстве. Интерес британцев к Палестине возник после того, как стало ясно, что дни Османской империи сочтены. После неудачной попытки Турции атаковать британские базы вдоль Суэцкого канала в 1915 году, британцы поняли, что Синайский полуостров, который они считали естественным барьером, мешающим армиям достичь канала, на самом деле можно легко пересечь. Теперь Палестина стала стратегическим пунктом не только как подступ к Суэцу, но и как часть сухопутного пути в Индию через Египет, Трансиорданию, Ирак и Персидский залив. Индия действительно была жемчужиной в короне Британской империи, над которой все еще не заходило солнце. Позже, в 1930-х годах, на Ближнем Востоке были открыты нефтяные месторождения, что увеличило его важность, но когда после Первой мировой войны решалась судьба региона, главные соображения сосредоточились вокруг имперских маршрутов. Начиная с весны 1915 года, палестинский вопрос обсуждался в Британском кабинете министров, а также между Великобританией и Францией. В секретном соглашении, подписанном в мае 1916 года между Марком Сайксом и Франсуа Жоржем Пико, переговоры по которому велись с осени 1915 года, они договорились о разделе Османской империи. Ирак, сухопутный маршрут на юге Палестины и Трансуардания попали под сферу влияния Великобритании, а французы получили Сирию и Ливан. Западная Палестина к югу от Галилейского моря и к северу от Газы должна была находиться под международным управлением. В то же время верховный комиссар в Египте Артур Генри Макмагон действуя от имени правительства пообещал Шарифу Мекки Хусейну Ибн Али, что когда армии Шарифа захватят Сирию, в обмен на восстание арабов против османов Великобритания поддержит арабскую независимость на всей территории от Персидского залива до Средиземного моря и до хребта Тавр, за исключением Западной Сирии и Ливана. В документе не упоминается конкретно Палестина, но Макмагон утверждал, что Шарифу было ясно сказано, что этот регион не входит в арабскую зону. Неизвестно, была ли двусмысленность письма Макмагона намеренной или нет. В любом случае, на основании этого арабы полагали, что Палестина была обещана различным сторонам несколько раз. Сложно разрешить противоречие между письмом Макмагона и соглашением Сайкса Пико. По словам исследователя Исаии Фридмана, цель письма Макмагана заключалась в том, чтобы дать арабам не полную независимость, а скорее освобождение от османского ига под европейским протекторатом. В любом случае, для великих держав было ясно, что Палестину ждет судьба отличная от судьбы других регионов, так как она будет управляться на международном уровне. История декларации Бальфура сочетает в себе идеализм и империализм, международные интриги и ошибочные оценки силы и слабости. В течение первых двух лет войны Вейтсман вел просионистскую кампанию в британских коридорах власти, но не добивался больших успехов вплоть до декабря 1916 года, когда Дэвид Ллойд Джордж стал премьер-министром. Ллойд Джордж, протестант, выросший на Библии, остро чувствовал связь между евреями и святой землей. На него сильно повлияла романтическая идея о возвращении евреев на свою древнюю родину, преобладавшая в Британии 19 века и вдохновляемая сионистской идеей. Он также считал, что у сионистов и Британии есть общие интересы. Благодаря союзу с ними Великобритания может снять с себя обязательства перед французами о том, что Палестина должна стать международной. Он хотел держать ее под британским контролем. Министром иностранных дел Ллойд-Джорджа был Артур Бальфур, учтивый и одаренный человек, который восхищался еврейским гением и одновременно боялся его. Совместное усилие Ллойд-Джорджа и Бальфура в британском кабинете министров в критический момент 1917 года привели к созданию декларации, носящей имя Бальфура. Хотя, в конце концов, британский интерес в контроле над сухопутным маршрутом в Индию и недопущение закрепления Франции в Палестине были решающими, обоснование декларации периодически менялось в ходе переговоров перед ее публикацией. Однако, каждое последующее обоснование исходило из переоценки власти евреев в мире. В данном случае антисемитский образ всемогущего еврея сыграл на руку сионистам в Соединенных Штатах нейтральных до весны 1917 года большинство американских евреев, как и немецкая и ирландская меньшинство поддерживало центральные державы. Американские евреи почти не имели никакого влияния на политику США. И действительно, еще до того, как была опубликована декларация Бальфура, Америка вступила в войну на стороне держав Антанты. В России произошла революция и начался стремительный рост сионистского движения. Британцы считали сионистов решающим элементом среди евреев, составлявших, по их мнению, основную массу русских революционеров. Британцы надеялись, что поддержка евреев заставит революционеров выступить за выход России из войны. Британцы также опасались просионистской декларации Германии, которая опередила бы декларацию Бальфура, тем самым побудив евреев поддержать центральные державы. Но руки немцам связали их турецкие союзники. Однако длительное обсуждение декларации, скрупулезное рассмотрение каждого ее слова говорят о том, что она не была задумана как элемент пропагандистской войны, обреченной исчезнуть без следа в случае необходимости, а как политическая декларация исключительной важности. В заявлении, переданном 2 ноября 1917 года министром иностранных дел Великобритании барону Лайонеллу Олтеру Ротшильду, говорится, правительство его величества относится благосклонно к восстановлению национального пристанища для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия к содействию достижения этой цели. Вполне понятно, что не должно быть предпринято ничего, что может повредить гражданским и религиозным интересам нееврейских общин в Палестине или правам и политическому статусу евреев в какой-либо другой стране. Декларация заверила евреев возможности создать так называемое национальное пристанище в Палестине. Британцы должны были способствовать этому предприятию, но осуществить его должны были сами евреи, хотя декларация не обещала создание еврейского государства. В частных беседах британские государственные деятели объясняли, что конечным намерением было создать государство, где евреи должны были составить большинство населения страны. Не было упоминания о границах этого национального дома, но со временем слова в Палестине будут истолкованы как подразумевающее, что не вся Палестина была обещана евреем, как тот самый дом. Две оговорки, касающиеся нееврейских общин в Палестине и евреев, не заинтересованных в сионизме, были добавлены на заключительных этапах формулирования декларации и относятся не к национальным правам, а только к гражданским и религиозным. Поразительно, что арабы упоминаются только как так называемые нееврейские общины, но прямо не называются. Как и соглашение Сайкса Пико, декларация Бальфура относится к эпохе, когда горстка государственных деятелей в прокуренных комнатах решала судьбы народов и государств и способы разделения приходящих в упадок империй без участия средств массовой информации или масс. С точки зрения сионизма это была уникальная возможность. В эти последние дни глобального империализма немногие государственные деятели не только смелились действовать в соответствии с политическим здравым смыслом, но и руководствовались духовным видением Бальфуру, Ллойд Джорджу, Марку Сайксу и другим. Идея возвращения евреев в свою страну казалась благородным делом достойным поддержки, даже несмотря на то, что она противоречила декларациям держав о праве наций на самоопределение, что было одной из целей войны. Противодействие арабских жителей Палестины казалось им второстепенным по сравнению с компенсацией евреям за тысячи лет преследований и унижения. В своем резком стиле Бальфур определил ситуацию следующими словами. «Четыре великие державы преданы идее сионизма, а сионизм, будь он верным или неправильным, хорошим или плохим, уходит своими корнями в вековые традиции, в нынешние нужды и надежды на будущие, гораздо более глубокие, чем желания и предрассудки семисот тысяч арабов, которые сейчас населяют эту древнюю землю. На мой взгляд, это правильно». Хотя мотивация этих британских государственных деятелей поддержать еврейский национальный очаг была искренней, в то же время сионизм предоставил удобный предлог для установления контроля над Палестиной. Британцы смогли представить свое желание править Палестиной как вытекающее из потребности еврейского национального движения, а не их собственных империалистических амбиций. В то же самое время британцы поддерживали арабское национальное движение через Лоуренса Т.Э, который разжигал так называемое восстание в пустыне, больше вдохновляющий миф, чем компания, имевшая какое-либо военное значение. Марк Сайкс считал, что между еврейским и арабским национализмом нет противоречия и стремился к сотрудничеству между ними. Пока Фейсал, сын Шарифа Хусейна и будущий король Великого Арабского Королевства возглавлял арабское национальное движение, его враждебность к сионистскому движению не была явной. Но с изгнания в 1920 году Фейсала из Сирии французами, которые не были готовы отказаться от своей части соглашения Сайкса-Пико, растущие националистические настроения арабских жителей Палестины сосредоточились на их оппозиции и сионизму. Британское завоевание Палестины в 1918 году не проходило под знаменем декларации Бальфура, декларация официально не публиковалась в Палестине, хотя ее содержание было известно как евреям, так и арабам. С еврейской точки зрения это была та самая хартия, которой так страстно стремился Герцль, в то время как арабы видели в ней подрыв своего многовекового превосходства в Палестине. Их беспокойство по поводу появления еще одного претендента на владение страной было искренним, хотя некоторые сделали на этом политический капитал. Палестинский треугольник британцев, арабов и евреев сформировался, когда Алленби спешился у Иерусалима в декабре 1917 года. В течение следующих тридцати лет эти трехсторонние отношения лежали в основе палестинской проблемы. История тридцатилетнего британского правления в Палестине — это рассказ о медленном отходе Великобритании от своих просионистских обязательств, попытках сионистского руководства оказать давление на британцев с целью выполнения этих обязательств и арабском давлении в противоположном направлении. Каждая сторона обвиняла Великобританию в предательстве невыполнении своих обещаний и несправедливости. В конце концов британцы покинули Палестину, захлопнув за собой дверь и оставив страну, втянутую в гражданскую войну или войну между национальными общинами, которая быстро переросла в войну между странами. Они также оставили после себя еврейскую общину, способную противостоять ужасам той войны и создать государство Израиль. Историк Элизабет Монро охарактеризовала декларацию Бальфура как одну из величайших ошибок в нашей британской имперской истории, которая нанесла Великобритании серьезный ущерб. Это утверждение предполагает, что все, что происходило на Ближнем Востоке, было следствием декларации Бальфура и придает истории моралистический элемент. Британцы не сдержали своих обещаний, данных арабам, и поэтому были обречены утратить свое положение на Ближнем Востоке. Сионисты также привнесли мораль в эту историю. Британцы отказались от своих обязательств перед евреями, чтобы успокоить арабов, но арабы не остались лояльны к ним, и в итоге они потеряли поддержку евреев, лишившись тем самым своего господства на Ближнем Востоке. Оба этих тезиса игнорируют рост национализма и распад великих империй, который произошел независимо от появления сионизма и от того, остались ли британцы верными евреям. Трудно предположить, что Британия смогла бы сохранить свои позиции на Ближнем Востоке, даже если бы не существовало сионистского движения. Британское правление в Палестине можно условно разбить на десятилетия. 1918-1929 годы, 1929-1939 годы и 1939-1948 годы. Это деление охватывает некоторые важные события, влияющие на взаимоотношения в рамках Палестинского треугольника и подчеркивает то, как политические факторы сформировали реальность в Палестине. Первое десятилетие, наступившее после периода нестабильности и беспорядков, характеризовалось относительным спокойствием, формированием правления мандата и слабостью как арабского национального, так и сионистского движений. Эта стабильность закончилась беспорядками 1929 года, бурным всплеском насилия арабов, который привел к ряду решений британских властей, направленных на сдерживание развития еврейского национального очага. Сионистам удалось добиться отмены этих ограничений в 1931 году и период экономического роста и роста населения продолжался до 1936 года. В этом году вспыхнуло арабское восстание, народное восстание против евреев и британцев, продолжавшееся с перерывами до 1939 года, когда было жестоко подавлено британцами. В мае 1939 года министр колонии объявила новой политике, направленной на то, чтобы заморозить развитие еврейского национального очага. Эта дата знаменует конец союза между сионистским движением и Великобританией. Третье десятилетие началось со Второй мировой войны и закончилось прекращением британского мандата в Палестине в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1947 года. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok